Доброго всем днище дорогие друзья вы смотрите stopgame.ru и это передача разбор полета и с вами снова два прекрасных василия гальперов и ирусяев ух и сегодня мы решили покуситься на святое ну хотя ладно немножечко святое но связаны со святым а именно посмотреть на ремейк первой части metal gear solid да у нее есть ремейк уже один и хотят много слухов про другой но пока другой не вышел посмотрим на этот ремейк metal gear solid был разработан эксклюзивно для консоли gamecube это было то время когда нинтендо выкупала собственно эксклюзивность больших франшиз серий и кодзима к созданию этого ремейка ну практически не причастен делала его канадская студия silicon nights которую вы можете знать наверное потух юмон по blood omen legacy of kane еще у них тоже есть очень классный хоррор тоже эксклюзивный для gamecube eternal darkness sanity's requiem там вот тоже вот эти вот есть слома четвертой стены когда игру там начинает как будто бы глючить то есть это сделано там довольно прикольно еще можете помнить про них как в той истории что их разорила epic games когда начала судиться за движок или что-то такое и тух юмон даже изымали из продажи по этому поводу но здесь конами почему-то решили не делать этот ремейк собственными силами когда нинтендо его купила и заказали ее именно вот этой вот команде такая вот история скорее всего вы не знаете о существовании этого ремейка потому что у нас как бы консоль была не популярная и не то что не популярная в ее существование по моему нас даже никто не знал но ремейк существует сделано на движке второй части что приносит кое-какие плюсы и минусы скажем так но это мы вот по ходу вот это вот как раз и разберем но но сразу сразу предупреждаю посмотри на меня посмотри послушай мы сейчас да не собираемся делать историю серии metal gear это не видео из это не анализ сюжета не анализ режиссуры ничего такого мы не полезем в какие-то глубокие дебри мы не сможем пояснить за лор за детали сюжетов мы этого делать не будем потому что разбор полетов и от про другое мы возможно даже не все фишки будем использовать которые в этой игре есть потому что их там дохрена еще больше и нюансов хватает поэтому мы именно будем описывать свое прохождение свое ощущение от игры и свои какие-то детали которые мы подчеркнули и сравнение которые сможем провести потому что я где-то месяца два назад впервые ознакомился с первой частью мгс а русич вот буквально за день до этого пробежал до почти конца первой части поэтому сравнение будет вот прям вот рядышком друг с другом поняли поняли уяснили хорошо хорошо двигаемся дальше ну в общем когда игра только начинается разницы особой как по мне особой нет ну да и видно сразу разница в постановке другой графон другой движок представляют основных персонажей которые будут присутствовать в сюжете игры так прям показывают кто их озвучивал потому что по моему в оригинале стартовой сцене там не показывают имена актеров которые это дело озвучивали по вам показывают там по уходим всегда это показывается кто кого там что озвучил и разница в сценах тоже сразу видна то есть в ремейке тут еще есть такой момент когда во первых постановка более пафосная как по мне это касается вообще в принципе все игры и до смешного то есть пафосная скажем так тут значит с таким грохом там вылетает капсула со снэйком летит вперед в пещеру и в оригинале то есть эта капсула она просто он из нее выныривает когда уже в пещеру это заплывает и ну и собственно начинается игра здесь же он еще на этой капсуле через такие лазеры проплывает чтобы не поднять тревогу в принципе вот эта сцена выглядит прикольно то есть это было сделано классно это как по мне забавно вот и потом начинается игра с одной стороны забавно с другой стороны ну во первых это самые неспособные лазеры в мире что мешает лазеры поставить сеточкой и ты по-другому через них не пройдешь но да ладно дело в том что типа в первом гс и было ощущение такое знаешь вот спокойного проникновения то есть он как будто бы мы готовились к тому что будет тяжело да а здесь как будто бы сразу начинает пыхтеть снэйк уже вот этот прыжок сразу какому-то экшену несколько настрой другой создает у игры потому что мы вылезаем из воды и сразу короче начинается идет летание камеры по локации которая вот знаете в лучших традициях тимура бекмамбетова когда он звонит звонок у тебя камера влетает звонок по проводу типа пролетает на другую сторону вылетает ну или у финчер такой тоже любит принципе да финчер такое любит в той же комнате страха такой прям момент до где камера прям по всему дому пролетала было прикольно но здесь это выглядит как-то немножко нелепо и опять-таки сравнивая с оригиналом в оригинале то есть просто камера берет несколько ракурсов и даже показывает нам главного антагониста liquid snake то есть прям показывает его лицо как он выглядит как он стоит разговаривать солдатами потом поднимается на лифте здесь же не понимаю для чего и по какой причине то есть как будто пытаются сохранить интригу и показывают только его рот но никогда полностью лицо не показывают да признаемся в первую часть не то что ты понимал какое у него лицо в целом там просто утюг ходячий вот эти волосами ну как бы да но просто типа в эту игру скорее всего ее покупали в первую очередь те кто любит первый мгс и как бы они знают кто этот чувак то есть для чего он здесь нужен и вот эта вот сцена где от мы пытаемся сохранить интригу и не показываем что собственно это клон нашего снэйка как-то это по мне немножко было странно и у меня вот здесь вот после этой сцены у меня начались первые проблемы с этой игрой потому что я проходил ее на нормале также как и оригинал то есть я сегодня пробежал оригинал тоже на нормале и я могу сказать что оригинал могут лично для меня он на нормале намного легче чем ремейк на нормале потому что в ремейке вот вообще не соглашусь вообще просто вот абсолютно иная ситуация абсолютно по-другому не знаю у меня короче смотри вот сцена ходят вот эти чуваки между контейнерами ты где-то чуть-чуть что-то задел ты чуть-чуть пернул там где-то вот в другом конце локации он слышит тебя нахрен через пол карты бежит к тебе в оригинале на нормале такого нет то есть ты как бы ну ходишь бегаешь если ты идешь тихо он тебя не слышит здесь же даже если ты идешь медленно и тихо он один хрен тебя услышит и несется к тебе как ненормальный и это касается не только вот такого это касается еще и когда ты находишься с ними на разных уровнях в ремейке ты бежишь на верху тебя снизу чуваки слышат и бегут к тебе сразу а потом если они тебя видят они вызывают тревогу и к тебе прибегает еще отряд чуваков с щитами и в оригинале этого тоже нету на нормале я не знаю как на высокой сложности я просто не помню и у тебя просто не остается никаких шансов практически спрятаться где-то или переждать если ты не убежишь на другую локацию то здесь абсолютно какой-то непонятный слух у противников они то слышат все через пол карты то не слышит ни хрена вообще что не знаю вот в оригинале точно такая же ситуация абсолютно у меня всегда была я думал что metal gear 1 он про стелс на самом деле metal gear 1 про то как ты вот буквально заходишь на локацию срываешь тревогу и валишь с нее почти всегда потому что честно признаюсь да с видом сверху не очень-то удобно стелсить ну у тебя ограничена зона ты не видишь что впереди потому что по центру экрана у тебя есть радар который кстати в игре большую часть времени работает вообще почему-то там его блокирует и самое главное что враг может стоять за границей радара но он может резко повернуться у него конус зрения как раз до тебя достает ты его при этом ну не видел потому что ты же смотришь с видом сверху ты же не видишь что впереди здесь есть кнопка взгляда от первого лица в первой части она тоже было но в первой части нельзя было стрелять от первого лица об этой можно но я подумал что этого нету поймите мою ситуацию я не знал что это сделано движке 2 мгс и я во второй мгс даже не играл я играл только в 3 мгс наверное у них там плюс минус один движок но тем не менее такой я недавно играл в первый мгс там нету стрельбы от первого лица я запускаю ремейк первым гс я вижу все игра выглядит почти также я такой, ну, наверное, тоже нету. Проблема в том, что в управлении в МГСе это вот даже в пятом, это та еще боль, как по мне. Потому что там, например, в третьей части CQC правильные приемы делать, это там какие-то надо гайды просто читать, типа в нужную сторону поверни в этот момент стик и нажми удар и так далее. Например, вот здесь вот, буквально здесь у меня возникла ситуация, потому что, по-моему, в первой части этого тоже нельзя было поднимать трупы и таскать их. По-моему, нет. Я, честно говоря, сейчас пробегал, я этого вообще в принципе не делал. Я никого не убивал, кстати. Опять же, это та же ситуация, потому что, ну, как бы, тебе не обязательно пользоваться всеми фишками игры. Но суть в том, что я сумел вот двоих этих чуваков на первой локации вырубить и одного сумел поднять и начать тащить. Я не понял, как я это сделал по одной простой причине. Потому что потом мне в один момент я решил, а давай-ка я утащу труп, и я просто не смог найти кнопку как это сделать. Я подходил к нему, я наживал все возможные кнопки, какие у меня есть. Я уже стик назад кнопка действия, стик назад удар рукой, там стик вперед я не смог поднять труп второй раз. У меня были попытки тщетные просто, потому что все кнопки перебрал. Серьезно, депад, стик нажимал на них, бамперы, триггеры не смог, просто не смог. Это странно, потому что труп поднимается на кнопку Б, то есть ты просто встаешь над ним, нажимаешь Б и стик куда-нибудь в сторону, он его поднимает и начинает тащить. Б, погоди, это какая кнопка на твоем Б? На нинтендовском это Б, на иксбоксовом это А. У меня кнопка А это выстрел, он начинал стрелять. Может потому что у меня инвентарь был не пустой в этот момент. Да, у тебя потому что инвентарь был не пустой. А, ну конечно, это что ну, эй, эй, проблема в том, что блин, эх, ладно мне напишут, я дурак, понятно. Но все равно не смог поднять, потому что нормально не обучили. Потому что, блин, зараза, звонят тут постоянно со всякими своими, блин, проблемами мне по телефону эти чертовы ребята, которые сидят там на базе. Меня в какой-то момент они прям задушили своими звонками. Они вот здесь тебе сразу начинают звонить. Просто каждые 15 минут тебе звонят. Да я даже что-то сказал лишнего 15. Каждые 5 минут, наверное. А иногда каждые 2 минут тебе звонят. То есть, если что, я прошел игру за 8,5 часов. Если бы я скипал все звонки, я прошел бы ее за 3, наверное. Или около того, потому что возьму сейчас просто вот весь отрезок игры касательно звонков, потому что, ну вот, комната с танком. В игре на самом деле всего где-то порядка 5 комнат, где надо стелсить. То есть, на самом деле там стелса, вот столичка, вот совсем. Metal Gear, первый Metal Gear Solid, это на самом деле визуальная новелла, перемежающаяся с мини-играми. Если по самому на самом деле определять. Так вот, я когда вылезаю с танком, я вылезаю значит с этого вот только в эту танковую комнату, а там ходят враги. Ну, типа, ты должен сразу напрячься, начать за них следить. А тут мне звонят, потому что, блин, как же мне не рассказать про то, что у враги, если тебя заметят, там будет опасно. Нажми кнопку Б, потому что здесь, ну, как бы персонажи тебе говорят про нажимание кнопки А и Б. Ну, это фишка МГС, это даже, ну, как бы, она всегда вот так вот лудонарративно забавно работала в этом плане. Пофиг, что мне прервали в этот момент, когда я уже напрягся и стелсить, значит. Я, значит, захожу в лифт, вызываю его, еду, выхожу на следующем этаже, тут же мне опять звонят. Опять что-то там сказали. Я прохожу вот 10 метров, там лестница какая-то, мне опять звонят. Потом там где-то в конце игры, уже ближе к Metal Gear, когда ты ходишь по нему, там от окон тебе просто, просто, каждые 20 секунд тебе звонит, зараза, причем он звонит там со словами. В духе, я, короче, комп взламываю, ты проходишь 20 шагов, вот такой, я, короче, все еще комп взламываю, ты проходишь 20 шагов. Я, кстати, по-прежнему взламываю комп, если что. Я такой, да забарил ты, блин, хватит мне звонить. Я не знаю, мне кажется, они нам в разбор полетов могут дозвониться. Во, во, слышите, слышите, опять, твою мать. Алло. Так, стоп, Русяич, ты опять выходишь на связь, а? Погоди, мы же с тобой сейчас разбор ведем. Ты как мне звонишь вообще? Я не тот Соли Трусяич, с которым ты ведешь разбор. Я Ликви Трусяич из параллельной вселенной. Стоп, откуда взялась параллельная вселенная? Просто кто-то случайно создал тайм-парадокс. Это, блин, из третьей части, не путай их. Не важно, просто знай, что кто-то допустил ошибку в коде разбора полетов и создал этот бардак. А если бы у вас были хорошие тестировщики, то проблем бы не возникло. Ты знаешь, кто такие тестировщики? Тестировщики? А? Эти ребята ищут и анализируют баги, а также пишут программы для тестирования различных приложений и сообщают разработчикам об ошибках в них. И для этого на старте нужны минимальные технические навыки. Достаточно быть обычным пользователем ПК. Звучит довольно просто, но, несмотря на это, тестировщики являются полноценными членами команды разработки. Эта специальность считается оптимальной точкой входа в IT-сферу, и обучиться ей можно в онлайн-школе Skill Factory. Skill Factory? А? Да, ведь их обучение позволяет получить реальный опыт, который поможет при трудоустройстве. Минимум ненужной воды, максимум отработанных навыков. Вы научитесь проводить автоматизированное тестирование программ на языке Python. Это вообще идеальный вариант, ведь синтаксис языка очень прост в написании и отладке. Да еще и Змея активно используется в Data Science и в скриптинге. В том числе видеоигр, например, в Battlefield или World of Tanks. И Google без него не обходится. И YouTube. Все это добро нуждается в постоянном тестировании. В общем, Python всему голова. Голова? А? Если ты начнешь прямо сейчас получать эту профессию в школе Skill Factory, то уже через 4 месяца можешь начать искать первую работу, а зарплаты у тестировщиков очень даже хорошие на старте карьеры. Кроме того, у школы есть карьерный центр, где тебе помогут в составлении резюме и даже окажут поддержку с выходом на зарубежный рынок. Зарубежный рынок? Ага. Да хватит повторять мои последние слова. Лучше прямо сейчас переходи по ссылке в описании и забирай персональную скидку на курс «Тестировщик на Python». Начни получать актуальную и денежную профессию прямо сейчас вместе со Skill Factory. Skill Factory? Ага. Надеюсь, ты запомнил. Skill Factory. Ссылка в описании. Скидка. Конец связи. Больше не устраивай таких тайм-парадоксов. Парадоксов? А? Вот, наконец-то дослушал этот кодек. И заметь, что в кодеке в этом еще и почему-то старые рожи использованы. Во второй части разве не 3D-модельки уже тебе говорили? Да, во второй части были 3D-модельки. Здесь используются те же самые арты, что были в оригинале. Те же анимации, те же арты. Ну, анимации это назвать сложно, но там иногда, то есть, какие-то сюжетные моменты анимации меняются, лица меняются, выражение лиц меняется. А так, да, все, используется старое. То есть, они очень сильно хотели сохранить дух оригинала, но без сохранения духа оригинала. Но судя по заставкам, это не так. Да, судя по заставкам, это не так. И если первая заставка, когда Снэйк заходит в лифт, то есть, она тоже такая же пафосная, как и в оригинале. Он там круто снимает свою маску, бросает ее на пол. Забавно, что заставка, когда спускается лифт, обломала у меня стелс. Потому что я стоял посреди комнаты, случилась заставка, и меня уже все видят. Я такой, ну, здрасте. Да, у меня был абсолютно идентичный совершенно момент. То есть, я такой стелсю-стелсю ползу куда-то. В том раз, так, заставка лифт обратно опускается, и она заканчивается, и такой звук. Это на меня стоит, по-моему, один или два чувака уже смотрят. И да, мне стелс это дело обломало, но на лифте мы поднимаемся наверх, и вот показывают нам все красоты движка второй части. Снег идет, туман, затемнение. Ты не обратил внимания, что вот на вертолетной площадке фонари движутся не так, как в оригинале? По-другому расположено. Вот уж точно, вот расположение фонарей, это не то, на что я обращал внимание в этой игре. Потому что я, конечно, обращал внимание на замечательные вот эти вот ракурсы, пролеты, камеры, которые тут тоже в достатке. Замедление, вертолет в замедлении взлетает. Опять же, тут надо простылсить. И я помню, что есть какая-то вот дырка, в которую можно залезть, там спокойно проползти. Ну, я особо не исследовал эту локацию, на ней ты все равно один раз всего будешь. И я сразу увидел чувака, думаю, надо его как-то отвлечь, потому что смотрю, что он спит. А он стоит прямо вот за вот этим лазом, в который можно пролезть. Я как-то к нему, значит, так подлажу, ползу за ним, просто у него между ног проползают. Он в этот момент мало того, что просыпается, мне, сука, в этот момент по кодеку звонят. Я говорю, да бля... Как так-то? Это реально, вот чувак просыпается, звонок по кодеку, я наполовину уже в дыре, наполовину наружу, как Винни-Пух просто проползаю внутрь. Но он не заметил меня. И вот, по-моему, кстати, в оригинале не было мышей вот в этом лазе, которые тебе подсказывают, куда бежать. По-моему, нет, не было, но так тут и запутаться-то сложно. Здесь единственное, в ремейке добавили несколько ответвлений, где есть патроны, и можно на Мэрил посмотреть. В оригинале на Мэрил посмотреть нельзя было, то есть ее нам презентовали во время сцен с шефом Дарпа. Только что она там сидит за стеной. Вот, а здесь мы можем проползти по вентиляции и посмотреть в ее камеру, как она там делает пресс. По-моему, кстати, ты мог на нее поглядеть вниз от первого лица просто. Здесь, по-моему, в заставке просто показано, как и срущий мужик в туалете здесь тоже отдельную заставку под него вывели. Там, по-моему, не было в оригинале, он просто был в туалете. Но мне забавно, что они этих мышей добавили. Я так понимаю, это, видимо, из второй части какая-то фишка, потому что тебе же этот мастер звонит и еще тебе рассказывает механику работы этих мышей. Я тоже, как бы, учитываю, что в этой игре потеряться... Ну, то есть потеряться-то в ней можно, чтобы не понять, куда идти. Не в смысле, что это лабиринт какой-то, а в смысле, что так, в какую сторону мне сейчас направиться? Ты вот запоминаешь все комнаты, но можешь забыть, какая цель задача у тебя сейчас стоит. Хотя это тоже обычно тебя направляют. И там добавили мышей, добавили воду. Момент, где ты вот ползешь, и в какую-то воду вот влазишь, и из него выползаешь. Тоже вода ни к силу ни к городу. Честно говоря, не помню вообще в оригинале этот низ. Я всегда проходил по верхней этой трубе, и, собственно, вот я про нее и говорю, что тут в оригинале, по-моему, там не было ответвлений, что можно было посмотреть на Мэрил. По крайней мере, я сейчас перепроходил, и я что-то не нашел это. То есть там просто была прямая кишка, по которой я полз вперед и дополз, собственно, до катсцены в камере. Собственно, зачем Снэйк-то сюда поперся? Про сюжет так толком и не сказали ничего. Некие террористы захватили на острове, где там куча ядерных боеголовок старых валяется, захватили шефа Дарпы, блин, у нас вот в Ванквише была Дарпа, здесь опять шеф Дарпы, и какого-то директора военной компании Армстек, и нам надо их оттуда вытащить. Ну и разведать, действительно ли могут террористы применить ядерное оружие. Они требуют останки Биг Босса и 1 миллиард долларов. И мы как раз вот в камеры приползаем и замечаем там шефа Дарпы, который там находится. С ним там разговор, диалог про то, что да, они могут запустить, что здесь вообще строили Metal Gear, чтобы тайно запускать эти ядерные ракеты, вот его хотят испытать. Разговоров просто дохрена. Ну то есть я как бы не шутил, что если их все скипнуть, то игра будет проходиться часа до два. Он там все тебе это рассказывает, как отключить систему активации, что нужно три карты использовать. В этот момент нас, во-первых, подслушивает Мэрил, героиня которой находится в соседней камере, там, разумеется, это тоже через пролеты вот этим звуком, вот так вот камера вылетает, чего тоже, конечно, не было никогда в оригинале. Вот здесь вот, мне кажется, начинаются первые звоночки, того, что что-то странное происходит. Потому что, во-первых, ребята там просто в камере разговаривают, и охранник такой, типа, что за фигня? Пошел, открыл это окошко, посмотрит, в камере только шеф Дарпы, нас нету. И в оригинале Снэйк просто вот, он вот так вот типа прижался к стеночке, его просто видно не было. Здесь он, как Человек-паук, вот раскривился вот где-то в углу на потолке. Снэйк здесь превратился в полного клоуна. Давайте сразу напишем вот это вот дело. В Металгире хватает кичевых моментов. Кичевых, дичевых. Там, блин, есть полковник, который электрическими молниями бьет. Есть чувак, который управляет пчелами. То есть там хватает дичевого. Но у каждого есть свое амплуа. Все равно персонаж, так или иначе, Снэйк, он вот типа на картах, вот где-то спрятаться, где-то прижаться. Он, блин, не Райден, он не Киберниндзя. Но в этой игре он похлеще, чем Киберниндзя просто работает, потому что здесь все эти заставки поменяли. Ну в угоду моде, Вась, ну в угоду моде по тому времени. Матрица, вот эта вот вся фигня, слоумо, эквилибриум, то есть это вот игра из того времени. Не, не, погоди, погоди. Вот я кардинально нахрен не согласен вот с этим вот в угоду моде, потому что я не против, чтобы там присутствовали какие-то вещи в угоду моде, но чтобы это не разрушало образы персонажей. И в данном случае Снэйка прям очень сильно разрушается его образ, который был построен в первой игре. Притом я не против некоторых моментов. Ну то есть мы, например, дальше дойдем, когда появляется Грей Фокс, который вот, собственно, Киберниндзя. Вот я вообще не против, что вот он там вытворяет. Потому что, ну, он Киберниндзя, он может вот так вот прыгать, он может вот так вот в слоумо крутиться, делать сальтухи. Этому персонажу оно свойственно. Снэйку это не свойственно. То есть здесь у него натурально какого-то клоуна-эквилибриста делают. Мне это вообще не нравится. Это выглядит эффектно, я не спорю. Ну и неправильно в том числе. В общем, мы в итоге решаем идти за карточками, но внезапно шеф Дарпу этой помирает от сердечного приступа. Потом понятно станет, почему. И мы выбираемся из тюрьмы. Нас выпускает Мэрил, она, правда, нам не доверяет. И у нас там опять же какое-то вот это вот перехватывание оружия друг с другом, тоже там какое-то вот понтовое, через подмышку там Снэйк целится в неё. И начинается первая перестрелка. Перестрелка, конечно, это боль в этой игре. Тут я даже оригинал обминать не буду, потому что в оригинале это тоже очень криво это всё стреляется. А я ещё, поскольку не знаю, что можно целиться от первого лица пока что, я поэтому стреляю, вот это вот зажал А, нас ввёл прицел куда-то, один раз выстрелил, по тебе в этот момент попадают и так далее. Нет, я этот момент проходил, сначала я стрелял как в оригинале, потом я просто переключился на вид от первого лица и стрелял во всех, кто забегал в дверь, собственно. Но вот здесь вот, вот на этом моменте я начал понимать, что враги тут жирнее, чем в оригинале, если ты именно собираешься всех убивать ходить. То есть, потому что здесь же есть такой момент в конце, то есть, когда ты разговариваешь с Ликвид Снэйком, он тебе говорит, что типа, а, ты убивал, короче, ну или убиваешь мало, то диалог будет, соответственно, другой. А будет ли? По-моему, в первой части он всё равно тебе говорил, что ты многих убил. Потому что в первой части, так или иначе, ты должен был убивать боссов. Но это только боссов, как во всех остальных частях. Но, по-моему, они не считаются за смертью. Но, опять же, мы несколько раз не проходили, дело такое, но здесь это добавили, и я вот не знаю, насколько оно рабочее, действительно, здесь. Потому что, ну, когда в оригинале тебя Атакон просит, типа, не убивай, пожалуйста, Снайпер Вульф, у тебя нету другого выбора, кроме как её убить, потому что, ну, в оригинале не было никаких других возможностей. Здесь же я её специально транквилизирующей Снайперкой убивал. По идее, у неё стамина выпала, жизни у неё все, но мне всё равно показали заставку, ну, очевидно, мне всё равно показали заставку, что она умирает. Ну и после перестрелки, значит, Мэрил начинает бежать к лифту, и вот здесь уже ракурс взят вот прямо из оригинала, точно такой же. Я единственное хочу сказать, то, что в ремейке у Мэрил попа меньше, чем в оригинале, причём так это очень заметно, и камера немножко, ну, прям чуть-чуть так отличается, другой ракурс берёт, но в общем и целом с попой Мэрил у меня здесь ещё один вопрос возникнет по ходу прохождения, я опишу, я просто не понимаю, зачем это было сделано. После этого мы едем на следующий этаж, в оружейную. Мы едем в оружейную, и тут продолжается всё так же, как в оригинале, тебе нужно найти полую стену, её взорвать, то есть взять в этой оружейной С4, взорвать её, и найти второго вот этого директора компании Армстек. Ну и, собственно, мы взрываем, забегаем туда, и у нас схватка с Ацелотом. Это, пожалуй, единственная схватка, которая у меня в ремейке в принципе проблем вообще никаких не вызвала. Ты просто бегаешь за ним, ты просто стреляешь ему в спину или уворачиваешься. Я скажу так, что у меня вообще в принципе не было сильно больших проблем в схватке с боссами в ремейке, в отличие от оригинала. Есть только два душных босса в этой игре. Ну, один чуть-чуть душный, здесь вот как раз это Ацелот, потому что я то случайно, блин, зайду в растяжке, то случайно выстрелю по начальнику Армстека. Да как по нему попасть-то можно? В растяжке я забегал, но, блин, в директора Армстека я ни разу не попадал. Ты же, чтобы попасть в Ацелота, он обычно сразу от тебя убегает. Ну, то есть, это вообще-то на самом деле битва с боссом а-ля Бенни Хилл, потому что вы бегаете по кругу, в момент остановки тебе надо когда-то там по нему стрелять. И при этом ты практически никогда не видишь, куда ты стреляешь, потому что, ну, вид относительно сверху, и враг обычно не дает так близко к себе подойти. Поэтому я его гонял, и я стрелял по диагонали всегда, потому что вот у меня на прямую видимость, я никогда не попадал, а по диагонали чуть-чуть, то есть, когда вот он отбегает от угла и начинает бежать к другому углу, и первую колонну пробегает, я вот где-то в момент его попадаю. Но, как бы, рука дрогнет, прицел наведется до директора Армстека, переигрываешь, в общем. Мне, кстати, теперь интересно попробовать с видом от первого лица его расстрелять, потому что, мне кажется, это сломает всю битву нахрен. Я не знаю, сломает это всю битву или нет, я его расстреливал по старинке, я просто бегал за ним, и, слушай, у меня не было такого, чтобы он прям от меня постоянно, ну, в смысле, он убегает, да, но у меня всегда хватало времени просто выхватить ствол и выстрелить в него, потому что, ну, здесь автоприцеливание, оно хоть как-то работает, и в 90% случаев я попадал нормально в оцелоту, то есть вообще никаких проблем не вызывало. Мы, кстати, еще не сказали, что от селота здесь появляется еще в сценке Джеймс Бонд, стайл, камера в дуле, смотрит на нас, там, разумеется, стреляет в Снейка, Снейк там делает сальтуху очередную, мы с ним деремся. Кстати, не могу не отметить, что мне меньше понравилась местная озвучка. Хотя все те же самые абсолютно актеры играют. Да, но играют хуже, то есть, типа, знаешь, вот он когда выходил от селота в оригинальном, говорит, My name is Revolver, он прям вот Revolver так выглядит, а здесь он выходит такой, My name is Revolver, ну, то есть, вообще нету каких-то акцентов, там, Атакон кричит менее ярко, когда у тебя невидимки в лифте тебя атакуют. Феназипам вот этот, который в игре применяется для того, чтобы руки не дрожали, как будто бы все приняли перед тем, как начать озвучивать, по крайней мере, мне в оригинале озвучка была более эмоциональна, может, более гиперболизированная, но более эмоциональна. Хотя в итоге заставки здесь более гиперболизированы, ну, типа, реакция Снейка, когда директор Армстеха забыл, блин, чистоту Мэрил, это что-то из Симсов, по-моему, откуда-то взялось, потому что он, короче, поворачивается спиной, загибает спину, такой, руки к лицу, такой, аааа, типа, практически делает, еще пистолет наставляет на директора Армстеха, я такой, что с тобой, Снейка, расслабься, пожалуйста, выдохни. Но это уже происходит после битвы с Ацелотом. Тут у нас еще появляется наш киберниндзя, который отрубает, собственно, Ацелоту руку, и здесь кровища намного больше, она прям хлещет со всех щелей, в ней можно купаться в этой кровище, в отличие от оригинала. И когда Мэрил расстреливают, и когда Ацелоту руку отхерачивают. Но зато, потом идет драка с этим киберниндзей, ну, она доставочная драка, и вот там вот тоже начинается вот какая-то уже сичь. Во-первых, тут начинают рубить эти колонны, Снейк там тоже вот это вот вырубает часть потолка своей катаны, она падает, он ее, значит, пинком посылает в сторону Снейка, Снейк там что-то, сальтуха перевал... Я такой, так, погоди, включаю заставку из оригинала, они вообще не дрались, там вообще драки не было. Я такой, ладно, понятно. Обратно мы возвращаемся в танковый ангар, и вот тут у меня началось. Это было просто смешно. Погоди, во-первых, тут надо сказать, что у Мэрил должны быть эти самые карточки, хотя бы одна, как говорит нам директор Армстеха, и он говорит, что типа, чтобы с ней связаться, ее частота по кодеку находится на обратной стороне упаковки. В оригинале было на обратной стороне CD, и это было забавно, что ты должен был реально вот диск взять, перевернуть, и там есть кадр, где показана ее частота. Ну, здесь тоже самое, проблема в том, что у нас коробок, конечно, нет, но я ее угадал. У меня есть коробка от Metal Gear Swinsnakes. Ну, у тебя есть хорошо, у тебя и GameCube, наверное, есть, как вот оконам. И мы с ней связываемся, и вот я даже замерил семиминутный диалог в кодеке. Ну, это Кодзима. Да, я знаю, что он тот еще балабол, но я такой же сижу просто, такой, че там, ядерный взрыв, да, надо остановить. Нет, семь минут разговоров просто по кодеку. Очень, да, конечно, душевных, важных, это я понимаю, гениальных. Никаких проблем нет, но семь минут. Причем, ты спускаешься на лифте, выходишь в этот танковый ангар, и она сразу же тебе снова звонит. У меня в этом танковом ангаре как раз возникли проблемы с искусственным интеллектом врагов. Там есть такой момент слева этого ангара, то есть он двухэтажный, и там висит камера в углу, и в оригинале, то есть если ты чуть-чуть по лестнице спускаешься, тебя эта камера не замечает. Здесь она тебя замечает, и в этом кроется как бы проблема, то есть я спускался оттуда, меня замечают, за мной начинают гоняться чуваки, прибегают еще эти уроды с щитами, и просто от них бегать. Естественно, тревога не прекращается, потому что я постоянно попадаю в поле зрения, кого-нибудь или чего-нибудь, и тревога продолжается. И тут я просто беру, залезаю под танк, по-моему, на глазах у кого-то. Этот кто-то подбегает такой к этому танку, а игра не запрограммирована так, что они могут за тобой туда залезть. И он просто стоит, я достаю ствол, и от первого лица расстреливаю ему ногу, за ним стоит еще один чувак. Я расстреливаю ему ногу, он падает, умирает, тревога прекращается. Тот чувак просто разворачивается такой и уходит. И в этом же месте еще, по-моему, на обратном пути тоже был момент, где они застряли сами в себе, то есть я такой, из-под танка я просто стоял, наблюдал, как два чувака около кнопки в лифт, они просто такие туда подбежали, встали и зависли. То есть друг в друге начали так трястись, не могут выйти друг из друга, и вылечил их только, если я в них пальнул. И таких моментов было в игре у меня парочку еще. То есть здесь искусственный интеллект тупой. Ну, как тупой, то есть он вот так вот глючит. У меня, кстати, не было проблем здесь с искусственным интеллектом никакого. Я, кстати, потом просто с камерами работал иначе, когда ты мне рассказал, что можно от первого лица целиться. То есть ты их просто берешь и отстреливаешь. И здесь этих ребят тоже. Вообще гораздо проще становится игра, когда тебе становится понимание, что можно целиться от первого лица, потому что, опять же, вот, да, там на двух этажах враги ходят вот в этом танковом ангаре. И, во-первых, ты можешь прицелиться и сразу на дальняк в него выстрелить, если в голову попадаешь, то с первого раза вырубаешь. А также можно и на второй этаж сразу стрельнуть, чего в оригинале ты стрелять не мог. Я не знаю, по камерам, по-моему, даже в оригинале попасть нельзя было нормально. Ну, если только не стингер какой-нибудь. Ну, да, да, понятное дело, что если стингер или снайперка, да, ну, а их на данный момент еще пока что нету. Потому что в оригинале я вообще не понимал, как пользоваться транквилизирующим пистолетом. Я вообще не знал, как не поднимать тревог, собственно. Ну, знаешь, если ты играешь таким активным стелсом, ну, то есть, типа, когда ты вырубаешь всех врагов. Потому что ты подходишь, например, пробуешь ударами вырубить. Окей, он может быть от первого удара он упадет, но потом же он встанет. И там надо, видимо, какой-то вот тайминг поймать буквально в тот момент. Потому что пока он встает, его нельзя бить. Но как только он встал, он тут же поднимает тревогу. Вот надо вот момент между анимацией, значит, вставания и ходьбы у него вот в этот момент начать снова его бить. Настолько вот мили движения сделаны. Опять же, транквилизирующим пистолетом раньше надо, по-моему, три раза попасть в человека, чтобы он вырубился. Сейчас можно в голову стрельнуть и он вырубится сразу. Плюс сейчас можно ему в спину прицелить, сказать «фриз!» И он поднимет руки вверх и ничего не будет делать. А раньше нельзя было так сделать в первой части. Там только ты мог три раза попасть в транквилизирующем пистолетном по врагу, ну, либо там гранаты оглушающие. И пока ты один раз попал, он уже к тебе поворачивается и «здрасте, привет, тревога!» Потому что размер экрана, он, в принципе, сопоставим с его конусом зрения. И как раньше надо было избегать тревог, честно, я тогда не понимал. Здесь все изи вообще делается. То есть я там вот этим вот самым пистолетом транквилизирующим потом прям раздавал. Но пока я его еще не использовал, потому что я еще не понял, что есть такая возможность. По поводу тревог. Опять-таки у меня вот именно в этом ремейке вот как раз была проблема с тем, что они тебя слышат через полкомнаты, если не через всю комнату. Сегодня я перепроходил оригинал на той же сложности на Нормале. Я совершенно спокойно бегал у них за спинами и они в некоторый момент они просто даже не обращали на меня внимания. В ремейке и бегал, и ходил. И даже когда ты ходишь, блин, они все равно тебя нахрен слышат. Очень часто меня замечали, когда я даже просто шел. Вот опять-таки возвращаясь в танковый ангар, то есть где тоже такой мост железный, я по нему иду медленно, внизу чувак стоит и такой блин, и бежит ко мне. Я думаю, да ну вы охренели что ли, ну как так-то? Куда мне прятаться-то теперь? То есть и вот он прибежал, мне пришлось его грохнуть. Хотя я не хотел, я хотел это место пройти по стелсу. Вот именно в ремейке у меня были большие проблемы со стелсом, именно из-за того, что они тебя слышат постоянно, они всегда тебя слышат. Для меня меньше было проблем в стелсе в ремейке, потому что, ну, на этом моменте еще нет, но на следующих, когда типа с пистолетом можно всех оглушить, я просто всех оглушал и ходил как царь. По локации никто мне ничего сделать не мог. Там единственное, вот в танковом ангаре, единственный раз я вот их вырубил, уже было в второй половине игры, когда там возвращаешься в танковый ангар, и там был момент, что там по рации кто-то говорит, эй, пост, отвечайте, отвечайте, если они, ну, типа, они поскольку спят, они ответить не могут. Ну, там не тревога, там, по-моему, просто ребята приходят проверить. Но, например, момент, где ты уже вот эти карточки таскаешь в Металгиру, там вообще без проблем вырубаешь врагов и никто их не спохватывается. Там, да, наверное, да, потому что у меня под конец игры тоже особых проблем с этим не было. Но еще одно важное, кстати, отличие от оригинала, здесь мы получаем первые карточки, как раз доступа от Шефа Дарпы. И, в отличие от оригинала, тебе не нужно их постоянно держать на готове. Это благо. Так, в оригинале тебе нужно постоянно их было выбирать, прежде всего, чтобы двери вокруг открывались. Здесь ты просто подбегаешь к двери, она открывается, то есть независимо, в руках она у тебя или нет. Там доходил до абсурда в первой части, потому что ты, например, заходишь в комнату, где газ. Ты надеваешь противогаз и идешь, и газ, ну, у тебя расходуется меньше кислорода. Но ты подходишь к двери, и она такая, второй уровень допуска. Ты такой, блин, надо экипировать карту. То есть ты снимаешь противогаз, берешь карточку, у тебя начинает уменьшаться воздух, открывается дверь, ты заходишь в нее, там, например, тоже газ. Ты убираешь карточку, снова надеваешь противогаз. Здесь, слава богу, прям большое quality of life улучшение, потому что, ну, реально, там вот лазать с этими карточками постоянно задал бы было. И еще, кстати, здесь тоже отличие от оригинала, что рационы теперь используются автоматом. Если у тебя здоровье падает на ноль, то рацион используется автоматом. В оригинале же тебе нужно было их всегда использовать вручную. Ну, здесь ты тоже, как бы, их можешь использовать вручную. Но здесь вот есть такая подстраховка, чтобы ты внезапно не сдох в пылу боя, рационы жрутся сами. Смотри, в оригинале тоже рационы жрались сами, если они экипированы. Я не знаю, как здесь, я просто всегда бегал с экипированными рационами. А, нет-нет, здесь можно их не экипировать, то есть они просто, пускай, валяются у тебя в сумке, ты хоть в руках что угодно держи, они автоматически сожрутся в любом случае. Ну, их, кстати, больше, как будто бы... Во-первых, здесь изначально у тебя полоска жизни полная. То есть, потому что в первой части у тебя была она маленькая, и после каждого убитого босса она увеличивалась. Здесь она сразу большая, после каждого босса тебя еще хилит. А еще, если вы не знали, в МГСе при выходе с локации и входе на нее снова все припасы восстанавливаются на локации. То есть, ты можешь там пополнить патроны, пополнить лечилки и что угодно. Ну, а мы пока двигаемся дальше. Нам надо попасть во вторую часть комплекса, пройдя через лазерные преграды. Там вроде как я где-то тогда в первой части находил инфракрасные очки, но здесь я просто старым дедовским методом с помощью сигарет прошел. Инфракрасные очки там лежат, если я не ошибаюсь, в одной из самых начальных комнат, как раз где мы с шефом Дарпой разговаривали первый раз, по-моему там. И тут еще есть момент, где нам нужно с помощью ракетницы Никитасу, с помощью управляемой ракеты, уничтожить... Нет, ты погоди, сперва Вулкан Рейвен. А, да, слушай, сперва Вулкан Рейвен, и вот здесь я задушился на нем, я прям очень сильно на нем задушился. Давай сначала твой опыт, потом я. А домой опыт довольно простой. То есть, что такое Вулкан Рейвен? Это босс на танке, который там чуть-чуть ездит, чуть-чуть в тебя стреляет. Как его побеждать? В принципе, ничего сложного нету, ты просто берешь гранату и кидаешь в него. Иногда граната залетает внутрь этого люка, тогда больше урон наносится. Он тебя пытается стрелять ракетами, пытается из пулемета полить, еще задавить пытается. По-моему, кстати, в оригинале не было вот этого вот небольшого рва, в который можно упасть. Да, там нету рва. Здесь это вроде как должно облегчать бой, но... Но из него потом выбраться попробуй. Я как его убивал? Я несколько раз бросил гранату, она там из пяти гранат попала одна и снесла там несколько хп этому стрелку, который сидит наверху. Вот, я думаю, ладно, хорошо, я буду целиться от первого лица. Я начал целиться от первого лица и вроде с первым стрелком так более-менее справился. А потом вылезает второй стрелок и, собственно, происходит все то же самое, что и происходило до этого. Но здесь начинаются какие-то непонятные... Во-первых, у меня начал тупить сам Рейвен, ну, сам танк. Он врезался в скалу и пытался развернуться, у него не получалось, и он стоял, долбился в одну сторону. То есть это тоже к вопросу об искусственном интеллекте в этой игре. Это выглядело довольно забавно. Он на меня прям такой направил пушку, у меня буквально вот перед лицом пушка такая торчит, но он из нее не стреляет, потому что он не может развернуться в ту позицию, в которую он должен как бы стрелять. Ну вот из этого рва я, естественно, я боюсь вылезать из рва, потому что как бы он меня переедет. Я из этого рва невозможно прицелиться. Я скажу так, то что стрелять от первого лица удобно только из пистолета, стрельбы, она находится, ну, собственно, одна и кнопка. Ты достаешь ФАМАС от первого лица, и он тут же начинает палить из него, то есть он не прекращая фигачит, пока не закончат все патроны. А прицела у тебя в центре нет, и ты не понимаешь, куда он целится. И пока ты доведешь прицел туда, куда тебе надо, у тебя кончатся патроны в ФАМАСе. И в этом у меня была большая проблема. Потом я начал уже бегать по локации, когда меня это задолбало. И, кстати, мне очень помогал здесь уворот, которого в игре в оригинале не было, здесь есть уворот. И мне он помогал несколько раз увернуться от выстрелов танка. И я потом нашел гранат, и я начал закидывать уже просто его гранатами на дурака. Я думаю, ну, потому что, ну, это просто смешно уже какой-то. Это в какую-то клоунаду бой превратился. Я начал закидывать гранатами, и у него начали траки отходить. Вот. И в оригинале тоже такого не было. То есть ты там просто швыряешь гранаты, и они как бы попадают в люк. Вот здесь она либо попадает, либо она уничтожает траки. То есть тогда танк начинает ездить медленнее. И это как бы... С одной стороны это прикольно, но это сделано так топорно все, и он так неудобно. Настолько вот я прям задушился, у меня чуть жопа не сгорела от этого боя. Ну вот. Ну и слава богу, что он закончился. Я просто бегал вокруг него, кидал гранаты, насколько мог. Тут единственная проблема, что у тебя, скажем так, направление броска и направление твоего движения одинаковые. То есть нельзя, например, бежать вбок, но при этом кинуть вперед. Или же наоборот, там, да, идти назад, но при этом кинуть куда-нибудь там, куда камерой смотришь. Вот в этом была проблема, потому что тут как бы надо на танк смотреть, а он иногда на тебя едет. И меня он, конечно, несколько раз там подавил чуть-чуть, но я его, в принципе, нормально закидывал ему гранаты внутрь. Я видел, кстати, что трак начинает ломаться, но я такой думал, может, это просто анимация, потому что у меня в итоге трак не сломался. Нет, он не сломался, он у меня несколько раз показывал анимацию, и танк начинал с каждым разом ездить все медленнее и медленнее, пока вообще не остановился. Он останавливается, в принципе, просто он перестает ездить, он начинает только башни крутить. Вот, и, разумеется, мы там тоже в заставке. Там такая хрень нелепая была с этой гранатой в заставке, боже мой. То есть Снэйк берет как бейсбольный мяч и гранату, кидает в танк, она залетает в дуло, долетает до конца, ну, собственно, до этой самой, до башни. Там этот вулкан Ревен такой открывает, такой, ёпт. Взрывается, вылетает чувак. Через люк, да, вылетает чувак. Это, кстати, было тоже, он тоже вылетал в оригинале через люк. Здесь он горит, он еще начинает бегать, и Снэйк еще такой удар прописывает. Собственно, да, мы забираем у него ключ-карту этого чувака и проходим дальше, где у нас ждет локация, где нельзя стрелять. Тут нужно просто проползти. Ну, у меня здесь был только один момент. В оригинале ты нажимаешь кнопку лифта, и лифт приезжает секунды через 3-4. Здесь нужно стоять, ждать секунд 30. Ну, 30, наверное, нет, но ждать приходится, да, там чуваки ходят. И удивительно, что даже когда ты, типа, на нем приехал, на второй, например, локации, на нем приехал, и решил сразу же пойти в лифт, я все равно стою и его жду, как будто я же только что на нем приехал. Кто-то на нем еще катается, я удивил, что на нем кто-то катался. Тоже была такая проблема как раз в этой локации, потому что там лифт находится на втором этаже, и мимо этого лифта постоянно ходит охранник. Вот, он все время ходит. Еще там камера висит. Собственно, ты от него прячешься за такими ящиками, он такой проходит вперед. Я подбегаю к лифту за ним, пока он там стоит вдалеке. Нажимаю кнопку, и лифт не едет. Я убегаю, стою за этими ящиками, чувак возвращается назад. Когда он проходит мимо лифта, лифт открывается. Думаю, ладно, сейчас он уйдет, и я, собственно, забегу в лифт. Я стою, жду за этими ящиками, он посмотрел налево, посмотрел направо, посмотрел вверх-вниз, почесал жопу, развернулся, идет обратно, проходит мимо этого лифта, и лифт закрывается. Нет, твою мать. Ладно, подбегаю к лифту, нажимаю кнопку, жди еще 30 секунд, дорогой, пока лифт приедет обратно. То есть я, по-моему, со второго или с третьего раза я все-таки умудрился забежать в этот сраный лифт и уехать на нем, но это прям меня выбесило. То есть там тайминг такой, что ты вот прям вот вдоль секунды ты должен попасть, чтобы забежать в этот лифт, иначе он закроется. Я вообще не понял, почему я не могу здесь использовать транквилизатор на этой локации. Окей, там понятно, что огнестрельное оружие, но транквилизатор-то, он же, я так понимаю, они огнестрельные, он же должен тротик какой-то выпускать, как иначе он надработает. Почему я не могу здесь использовать, и вряд ли оно сможет пробить оболочку отработанных ядерных боеголовок. А, кстати, еще про механики последнее. Я вот не помню, чтобы в оригинале, сегодня тоже играл, проходил, да, я не помню, чтобы в оригинале было кровотечение, могли у тебя вызывать. А, ну, кстати, был у меня момент, когда у меня чуть-чуть начинало отниматься жизни, но... Да, это кровотечение. Это кровотечение, и лечится оно просто, что ты ложишься на землю и ждешь, и тогда начинает хп-шечка подвосстанавливаться до 10 этих делений. Не, наверное, не было, я не помню такого. Но бандаж я здесь нашел, и я такой, а зачем тут нужен бандаж? Ну, бандаж, он как раз лечит кровоток, и еще, кстати, сигареты здесь отнимают намного больше здоровья, чем в оригинале. Здесь ты буквально можешь прям сдохнуть очень быстро, если куришь. Но вернемся к лифту, потому что у меня с лифтом другая проблема с нажиманием кнопки, потому что я к нему подбегаю, перед ним же надо выстроить, встать правильно, чтобы нажать кнопку. То есть ты должен завернуть к нему, стоять к нему лицом и нажать кнопку. Но иногда я чуть дольше держу кнопку вперед, и Снейк прилипает вот спиной к стене. И когда он отлипает, я такой, так, ну, теперь мне надо повернуться, а здесь не танковое управление, не управляться мышкой, должен отбежать и снова подбежать. И надеяться, что ты опять случайно не встанешь к стенке. А в этот момент уже там чувак какой-нибудь рядышком идет такой, а чем ты тут занимаетесь перед лифтом, много раз было, когда я такой, типа, встаю и такой, да блин, твою мать. На второй круг захожу перед лифтом, чтобы нажать нормально кнопку. Ну и потом мы уже опускаемся вниз, где у нас комната заполненная газом с электрическим полом, и нам нужно запустить управляющую ракету, чтобы уничтожить, собственно, генератор и отключить пол. И в оригинале у тебя эту ракету, ты видишь ее сверху. Ей довольно удобно, кстати, управлять сверху. А здесь у тебя эта ракета, ты управляешь ей с видом от первого лица. И у меня вот с этим тоже были некоторые проблемы, потому что в оригинале, когда у тебя камера находится сверху этой ракеты, ты видишь все вокруг. Ты видишь, где висят турели, где висят камеры и прочее. Здесь ты, и еще вот этот вот зеленый блевотный фильтр наложенный, я не всегда просто успевал сориентироваться в комнате, где что находится. И у меня ракету уничтожали. Ну, у меня пару ракет уничтожили, а там, понимаете, там еще фишка в том, что у нее есть ограниченное время, она летит. И если ты ей не управляешь, ну то есть не корректируешь ее движение, она летит быстрее. Тебе надо там выстрелить, попасть по электрощиту, чтобы, собственно, обесточить пол. Я сперва пару ракет, они у меня сбили, а потом я такой просто, а если я ракетой врежусь в место, где стоит турель? И ты таким образом просто сносишь турель. И она по тебе не стреляет потом. Я просто выбил все турели и такой, ну и нормально. Тебе потому что сорок ракет от этой Никиты, ну то если надо, сходи на этаж ниже, забери еще ракет. Поэтому я просто вырубил все турельки и пошел дальше. И вот тут мы встречаем киберниндзю. Да, и здесь, кстати, вот эта сцена мне нравится, как поставлена. Я абсолютно с тобой согласен. Вот эта вот сцена, которая добавлена, как киберниндзя разносит там отряд солдат. В оригинале ты просто заходишь в коридор и там просто мертвые тела раскиданы, да. А здесь ты прям видишь, как он их раскидывает и я согласен, что с точки зрения, ну, какого-то дополнительного эффекта это работает. Плюс это работает, потому что это киберниндзи и он поэтому вот эти все кибердвижения делающие, там разрубая на две половинки смотрится круто. И это не рушит его образ вообще никак, в отличие от Снейка, который перепрыгивает там в летящие в него куски потолка. Но, а что они сделали с Атаконом? Атакона, когда киберниндзя догоняет здесь, а мы идем как бы к Атакону, это чувак, который разрабатывал металгира, чтобы у него узнать, где там эти карточки, как этот металгир обезвредить. Вот мы тут сталкиваемся вместе с киберниндзей. Он его, значит, достает из шкафа и Атакон писается. Это нормально, это было и в оригинале. Здесь как бы решили пойти дальше, потому что в этот момент стреляем, ниндзя разрубает пулю на две части, она куда-то там приземляется, Атакон писается второй раз. Ну, потому что ха-ха. Не, ну потому что она пуля еще слева-справа от него такие прилетают куски. То есть Снейк стрелял прям вот так он, как будто бы получается. Ну, понятное дело, что он, хотя он ему был нужен живой. И начинается битва с киберниндзей. Вот это в оригинале душная битва. Здесь это, в принципе, тоже душная битва, довольно. Но легче, она легче, абсолютно точно, потому что у тебя жизни больше, и потому что меньше он каких-то ударов делает, которые меня обесили. Нет, здесь знаешь, чем она еще легче? То, что у тебя есть удар с перекатом. Ты можешь просто в него влетать этим ударом с перекатом, и он тоже получает от него дамаг. В оригинале этого удара у тебя не было. Так, в принципе, она сама битва, она не сложная, она просто долгая, вот что. Вообще никаких проблем она не вызывает. Ну, в оригинале у меня жизни заканчивались. Ну, то есть я попадал на его какие-то удары, потому что как работает битва с киберниндзей в этой игре? Как работает ближний бой? У тебя есть вот комбо, да, там, раз удар, два удар и вертушка. И, значит, он ходит, может там делать свои удары, нужно там условно выманить, чтобы он начал делать удар, отбежать в этот момент, он удар проводит, в этот момент ты подбегаешь, начинаешь бить. Причем, даже если ты нанес все три удара, это типа одна двадцать пятая жизни киберниндзя приблизительно. Но проблема в том, что после того, как ты нанес эти три удара, он, значит, встает на одно колено и типа ты его не можешь бить, хотя, казалось бы, почему. Урон просто не наносится, пока он снова не встанет. У меня довольно часто было такое, что я к нему подбегаю, делаю раз удар, два удар, а третий я там сквозь него уже прошел или отвернул чуть-чуть в другую сторону, третий не проходит. И в итоге у меня самый сильный удар в этой цепочке по нему не проходит, но киберниндзя уже вот в эту свою позу встал, поэтому новый удар я нанести не могу. В первой стадии где-то я его выманивал, во второй стадии, когда он там начинает что-то телепортироваться, когда он начинает просто, знаешь, там делать какие-то вот резкие движения, что его вообще не поймать, я просто кидал эти гранаты, которые технику выводят из строя, там есть такие, и он от этого тоже вот его кидает в стан, и ты можешь провести вот этот вот один свой прием. То есть на один прием тратишь одну гранату. В принципе, у меня их 20, поэтому у меня их хватило на то, чтобы вот эту всю его жизненную энергию из него выкачать. Но тут скорее битва из меня жизненную энергию выкачивает, потому что она реально какая-то длинная. Я думаю, ну типа, в Metal Gear'е, надо понимать, всегда есть какая-то фишечка в битвах, да, с боссом. То есть всегда есть способ как-то вот ее для себя упростить. Я пытался посмотреть какие-то гайды, как убивают кибернинзу, нет, просто ходят его и бьют ногами. То есть точно так же, как и я, плюс-минус с такой же скоростью, может, чуть лучше попадают по ним. Где он начинает орать, типа, добей меня, добей меня, короче, появляется в разных частях комнаты и херачит током вокруг. Я в оригинале, как раз перепроходя, сдох на этом месте, я просто не помнил, что вообще такое здесь есть. И его, по-моему, там по роже надо съездить три или четыре раза, прежде чем битва закончится. Здесь же нет, у него просто заканчивается полоска ХП и начинается опять кинематик, где они со Снэйком дерутся, ниндзя крутят сальтухи, потом его шарашат током и он убегает, в общем-то. И потом у нас начинается разговор с Атаконом на фоне Йоши и Марио. И это выглядело так просто ни туда, ни сюда вообще. Ну, то есть, как бы, понятно, Атакон, он, собственно, атаку. Вот, он увлекается аниме, у него там плакаты висят. В оригинале, кстати, там висел постер полиснафтов. Здесь висит какое-то аниме, я что-то не понял, что это такое. Причем, кстати, если выстрелить в них, в каждого, то Йоши начинает, собственно, смеяться своим смехом, а Марио, он, да, типа, пишет, что one up, one up, типа, дает тебе же, как бы, жизнь. Типа, ну, жизни в этой игре нет. И еще там GameCube стоит. Ну, в оригинале, кстати, там PlayStation 1 стоит вместо GameCube. Там еще камера такая специально просто их тебе вот просто в лицо-то. Ты не заметил? Ты не заметил? У нас тут отсылка. Ты не заметил? И, собственно, тут оказывается, что так он не знал, что запускать будут с Metal Gear ядерные бомбы. Он думал, что они просто там рельсотрон изучают. Мы глубоко вдаваться в это не будем, и в сюжеты в том числе. Потому что, если мы сейчас начнем с махинациями, с Fox Dye, блин, кто там что подмешал в него, кто там кого отстранил, арестовал через кодек и так далее, это будет целое дело. Пересказ сюжета, анализа, но мы здесь не для этого находимся. Вот, и дальше мы идем искать Мэрил. Собственно, найти ее легко, потому что, как бы, понятно, что только девушка пойдет в женский туалет, это на другом этаже уже. То есть там ходят такие охранники. Ну, опять же, там не совсем так. То есть она замаскировалась под охранника. Атакон говорит, слушай, ну, встретимся с ней где-нибудь, где никого других не будет. Снэк такой, где? Атакон такой, ну, где, где? Угадай. Вот, и тебе надо как раз триггернуть одного конкретного охранника, то есть попасться ему на глаза, но он поведет себя необычно, не поднимет тревогу, а куда-то убежит. И ты должен бежать за ним, как раз он побежит в женский туалет, и там Мэрил, собственно, переодевается, и рабочие зеркала. Да, рабочие зеркала, и, кстати, в оригинале сегодня я перепроходил, она просто, через какой-то промежуток времени, она просто идет в туалет, и за ней просто можно зайти. Вот, и там, да, там рабочие зеркала. И вот они разговаривают, не важно, главное, что у нее есть карточка. А еще то, что Снэк... Ха-х-хах. Солидная часть диалогов о второй половине заключается в том, что Снэк учетов говорят, он потом повторяет последние два слова с вопросительным знаком, и иногда добавляет Ха-х. Ты уже в какой-то момент такой, господи Иисусе, мы хотели написать монолог, я понял, зачем вот это вот, вот это вот все. Возможно, это японская традиция, потому что японцы, они, когда кто-то говорит тебе что-то, ты должен как бы давать собеседнику понять, что ты его слушаешь. И у них там, типа, есть такое, что кто-то один говорит, а второй такой, типа, ай, ай, ай. Ну, типа, я усвоил, я усвоил, я усвоил. Здесь, видимо, вот какие-то отголоски. Но смотрятся, конечно, несуразно. И меня, знаешь, что-то позабавило? Я к этому моменту еще не нашел ФАМАС. А это, ну, единственное автоматическое оружие, которое, по-моему, в игре есть. Но я кучу раз находил патроны к ФАМАСу. Игра тебе говорит, зачем тебе патроны к ФАМАСу, у тебя ФАМАСа нету? Я такой, да действительно же, зачем мне? То есть ты даже не предполагаешь, что я могу ФАМАС найти в какой-то момент. И здесь, значит, они с Мэрилом стоим в туалете, разговариваем, и он такой показывает Снэйк на ФАМАС, говорит, говорит, о, ФАМАС, говорит, здорово, что ты вооружилась. И Мэрил такая говорит, патронов нету. Я такой, ахахаха, я такой, ну, может быть, стоило мне бы тогда бы, дай мне его хотя бы сейчас, я пойду, я знаю, где патроны лежат. Но она не дает тебе ФАМАС, ФАМАС потом только получаешь, ну, либо там в какой-то момент тебе карточка дается уровнем выше, ты можешь сходить там в старые локации, забрать этот ФАМАС. Я такой, блин, ну, спасибо, конечно, что не даете мне попользоваться ФАМАСом. И мы бежим в сторону песни, в сторону психомантиса, того самого каноничного, легендарного босса, который вот читает твои файлы сохранения, вот это вот все. Не, на самом деле здесь, как по мне, здесь сделано вообще все классно, даже круче, чем в оригинале, кроме портретов. Нет, портреты как раз это очень круто, потому что за Мантисом там раньше находились какие-то непонятные портреты. Здесь за ним там портрет Кодзимы и еще каких-то двухчиков. Один, по-моему, это вот постановщик новых катсцен, а другой, я вообще не помню кто. Когда начинается психоз, они начинают вот таким стоп-моушен анимацией такой вот ржать, буквально вот там три кадра вот таких вот зацикленных и там то ржать, то грустить, то еще что-то. Я такой, блин, это круто. То есть это реально прям смотрится интересно, необычно. Мантис там читает твои сохраненки, но у меня их не было, поэтому он такой говорит, царя, нету сохраненок. Он говорит, давай я там типа тебе геймпад, смогу типа применить силу на тебе. Он говорит, положи геймпад на пол. Он тоже это в оригинале говорил, но здесь, по-моему в оригинале Снэйк не поворачивался в камеру и так не кивал тебе, типа да, положи. Это тоже очень круто, потому что это как раз место, где ломается четвертая стена, и он здесь уместно. Но менять геймпад по четыре раза, блин, он говорит, что ты не сможешь меня победить, я предугадываю все твои движения. Ты его начинаешь бить и постоянно мажешь. Чтобы этого не было, ты должен был на консоли геймпад и с первого порта во второй подсоединить и бить. Здесь точно так же ты это делаешь, но во время битвы у меня второй раз начинаю по нему мазать. Я меняю геймпад опять на третий порт теперь. Проблема в том, что я на эмуляторе играю. Мне это надо остановить игру, блин, открыть менюшку эмулятора, блин, открыть выбор этих геймпадов, настроить один, причем загрузить в него схему управления, которую я сохранил специально. Начинаем играть дальше, играем, играем, такой чик, опять типа промазал, такой да ё-моё, теперь в третий порт. А в геймпуге четыре порта, в лойке было два, поэтому здесь надо во все четыре потыкать. Я на четвертом уже такой, господи. На самом деле не надо в четвертый тыкать, потому что он убивается с третьего порта. То есть тебе даже, если ты несколько раз сдохнешь, тебе звонит полковник, говорит, я понял, вставь контроллер в третий порт. И то есть вся битва выигрывается с помощью третьего порта. Я вот их по очереди все перещелкал, на четвертом только его убил. Не знаю, я то есть на третьем. Не, может от скорости это зависит, возможно. Может быть, если ты его быстрее убиваешь. Но я типа дощелкал до четвертого порта, только тогда он у меня сдох. Причем, когда ты уже вот сдох, игра такая типа, а теперь пересоедини в первый порт. Я такой, да ты же уже понимаешь, что я в четвертом, ну ты же умеешь считывать эти порты. Ну да, что мне опять тыкать его в первый? Я понял вашу фишку, зачем вот это повторять несколько раз? Ну, здесь вообще про саму битву еще с Мантисом. Она несколько отличается от тоже оригинальной битвы. Во-первых, здесь он тебе дает окно прицелиться в него от первого лица. В оригинале и его глазами. Здесь у тебя есть небольшое окно, чтобы в него прицелиться и, собственно, в него стрелять. Это удобно. Во-вторых, здесь и картины, и стулья движутся по-другому. В оригинале ты не мог эти праджектайлы, так скажем, отменить, если в них стреляешь. Здесь, если ты в них стреляешь, они возвращаются на свои места. В оригинале не было такого. В оригинале от них может было увернуться только если прилечь. И, кстати, последняя еще такая просто маленькая деталь. Там висит зеркало на фоне. И ты пробовал в это зеркало стрелять? Не, я же от первого лица тогда еще не знал, как управлять. Вот все говорят, что в Half-Life появились вот так вот частично разрушающиеся стеклянные поверхности. Нифига. То есть, вот в этой игре есть одно зеркало, в которое вот ты стреляешь в одну точку и именно там отлетает стекло. Вот прям внимание к некоторым деталям, на которые ты никогда, собственно, внимания не обратишь. Но это прикольно. Мы побеждаем Мантиса, там смотрим 20 минут заставки и идем дальше. И вот заметь, что у нас вот сейчас сразу опять заставка, как Мэрил находит путь среди заминированного холла. Ты нарвался на мину здесь? Конечно нарвался, потому что, когда она проходит по темной части, за ней следы, как не видно, где она там прошлась, я поэтому попался. Ты понял этот мув ее про жопу? Когда попадаешь на мину, она такая стоит, типа, ах, ну типа, ну ты и дебил, поворачивается к тебе жопой и шлепает себя по жопе. В оригинале этого не было, я просто не понял, ну то есть, к чему это тут? То есть, зачем? Что это должно было означать? Ну, что должно означать? Типа, ты сосунок. Но потом, в нее начинают целиться лазерные прицелы, она такая, знаешь, смотрит на него, такая, а что это такое? Я такой, вы вообще солдаты или что это такое? Со мной кто-то пытается играть, как с кошкой, да. Вот, и ее там подстреливают, причем так солидно, в руки, ноги, во всем этом. Там длинный такой коридор, мы не можем попасть по стреляющему. И мы такие, ну надо идти, короче, за снайперкой. Назад возвращаешься, причем там же ты же через песиков должен пройти сперва. Ты их убивал? Ни в коем случае. Я их усыплял. А, ну я их глушил гранатой. Глушающий, оглушающий, не, я понимаю, я либо их усыплял с помощью транквилизатора, либо ногами. Но я не знал пока еще, как стрелять с транквилизатора, я вот типа, вид от первого лица после пыток только понял. И ты достаешь снайперку, идешь туда, и перестреливаешь снайпер вульф. Мне кажется, раз в 20 проще с ней стреляться в ремейке, чем вот в оригинале. С PS1 управлением я вообще нормально попасть не мог. То есть я этим феназипалом закидывался, чтобы руки не дрожали. Но здесь, по-моему, и урон по ней больше наносится, и проще гораздо мне целиться было. У меня как раз-таки наоборот все. В оригинале я прям ее на изи развалил. Здесь же у Снэйка у него тремор после похмелья. Вот, потому что так движется прицел, что у людей не военных так прицел не движется, да. Он как бы снайперку держит. Это невозможно вообще попасть про ней практически вот из-за этого его тремора постоянного. Но да, я тоже закидывался с феназипалом, и в принципе она у меня проблем каких-то не вызвала. По-моему, она, может быть, один раз она меня грохнула. И здесь еще кажется, что легко, потому что Снэйк достает снайперку сразу. В оригинале он ложится на землю, достает снайперку, и у тебя прицел улетает куда-то в жопу. Тебе еще нужно найти, где, собственно, бегает снайпер-вульф и, в принципе, сориентироваться в пространстве через прицел. Вот это проблема с этими оружиями, которые сразу при экипировке сразу же врубают прицел. Потому что, ну, с другими ты ходишь и на кнопку выстрела появляется там либо прицел, либо выстрел. Здесь тебя сразу, и ты ходить не можешь. То есть, сперва надо занять позицию, потом взять только это самое оружие. Это вот со снайперком и со стингером так. И вваливаем, значит, снайпер-вульф, бежим дальше, и нас ловят. Ловят, ну, либо мы троих человек ловим вот в позе лебедя. Там, опять же, снайк там раскремился в разные стороны и поймал троих человек одновременно. Но его, значит, хватают и начинают его пытать. Ну, здесь пытка намного проще, чем в оригинале. Тут смотри, у тебя всего лишь три раза тебя пытают. В оригинале тебя пытают три раза за одну пытку, скажем так. Причем в оригинале пытают четыре раза. Причем последние два раза с полной, собственно, полоской у него у нас заполняется. И там реально палец устает. Здесь же я не напрягся в принципе. Вот, но мне больше понравилось то, что потом мне сделали массаж геймпадом. Вибрации от... Не, у меня работало все нормально. То есть я прям ощутил практически фул экспириенс, какой должен был быть. Как и, собственно, от PS1 версии. Сегодня то же самое. Я также испытал два раза. Я получил массаж от этой игры. Мне вполне все понравилось. У меня, к сожалению, вибрация не работала на геймпаде в эти моменты. Но я такой... Я представлял, как это будет. Вот. А чтобы вы понимали, до пытки там просто надо типа долбить кнопку, чтобы восстанавливать себе жизнь, пока тебя бьют током. И здесь ты попадаешь в тюремную камеру. Выясняется, давно лежит. Здесь начинается история с Наоми. Что она там про брата своего рассказывает, про вот... Ну, короче, опять же, это вот вспомнить в каком кодеке что было. Ей тут надо вызвонить, значит, от Акона, потому что он в стелс-камуфляже может тебе прийти и помочь. Но он, как и в оригинале, приходит и дает тебе просто чуть-чуть пожрать и кетчуп. Кетчуп вообще где-нибудь используется? Нет, это единственное место, собственно, где он используется. У меня единственная здесь сцена именно, собственно, когда Снейк с Атаконом разговаривает. То есть в оригинале он просто его такой к двери прижимает, типа, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда. Здесь он его прям поднимает такой в воздух, начинает трясти, типа, выпусти, он как истеричка начинает орать. И психует, да, вообще. То есть Снейк вообще что-то психует, нехренимо, булит от Акона. Я вообще не понял, что за прикол. То есть я понимаю, в оригинале, да, он так его немножечко, типа, выпусти меня. Здесь вот это вот начинается какая-то канитель. Как они потом друзьями могли стать после того, Что происходит в МГС-1, я не знаю Потому что он здесь реально с атаконом Во-первых, тут атакон Дальше еще будет, делают из него какого-то совсем неудачника Непонятного, в оригинале он не был До клоунского уровня неудачника Он не был клоуном, он просто был такой Ну, вот такой тютя был, скажем так Но он не был клоуном, да Вот здесь он клоун, ну как и Снэйк, собственно И в итоге там надо просто спрятаться Под диван, пока чувак ходит посрать Кстати, вот мне интересно, вот чувак, который пошел посрать Это не тот ли чувак, который в четвертой части Потом будет на поле боя постоянно срать Это Джонни Сасаки, да, он во второй части есть Он во всех частях, по-моему, такая Отсылка от Кодзимы И мы выбираемся, забираем все свои предметы И идем спасать Мэрил, собственно При этом у нас в рюкзаке, когда ты забираешь все свои предметы У тебя лежит одна приколюшка, которую ты Из-за количества предметов можешь не заметить А там на самом деле бомба лежит Я, кстати, не знаю, в оригинале тебе звонит этот Глубокая глотка и предупреждает Да, в оригинале тоже звонит Глубокая глотка Предупреждает, что у тебя бомба, выброси ее быстрее То есть здесь, собственно, то же самое Причем я вообще забыл о том, что здесь бомба лежит Ну, я пролистал предметы, нашел там рационы Выставил, по-моему, рационы и побежал дальше И потом мне звонит Глубокая глотка, типа Бросай бомбу! Я такой, какой нахрен бомба? Залез, посмотрел, да, там тайм-бомба И что-то, по-моему, 9 секунд, что ли, осталось Я, блин, выбросил, убежал Ну и мы, собственно, бежим в коммуникационную вышку Где вот эта вот лестница в небо Потому что там ты бежишь, как в охотниках за привидениями 28 этажей, по-моему, ты должен пробежать Просто вот по спиральной лестнице При этом там постоянно какие-то враги на тебя выходят Но, кстати, мне кажется, что в оригинале Они более активно тебя нагоняли И больше их было у тебя на пути На пути их было столько же, сегодня я играл Но нагоняли они действительно тебя активнее Единственное, что стрелять они начинали не так далеко, как здесь То есть они там практически в упор в тебя начинали стрелять Здесь же тебя только подбегаешь к лестнице И с тебя уже сверху летит очередь Но я как тогда, так и здесь проходил Просто кидаю, по кулдауну просто кидаю Глушающие гранаты перед собой Ты таким образом поднимаешь наверх Причем ты сейчас же добегаешь до одной двери Она не открывается И, понимаете, это просто экшн-сцена Там постоянно враги на тебя бегут Ты бежишь по этой лестнице вверх И внезапно ты подбегаешь к двери Она не открывается И звонок по кодеку Алло, как дела, собственно? Что там происходит? Да, говорят, что там дверь не открывается А, ну она там примерзла Мы ее с той стороны С4 открываем А что ж, это не открыть? Нет, не открыть Беги дальше вверх, Снэйк И ты бежишь, собственно, дальше вверх Мне, кстати, вот вопрос Я не знаю, как у тебя Но ты поднимаешься наверх И там ликвид на своем этом геликоптере Значит, летает Он начинает по тебе стрелять И Снэйк такой Блин, надо прыгать Если бы только у меня была веревка Я такой Так, погоди Внизу лестницы ты же подбирал веревку И у тебя это как бы дает возможность выбрать То есть ты выбираешь в инвентаре веревку Нажимаешь кнопку действия И Снэйк начинает по веревке спускаться Мне интересно А если я бы не подобрал эту веревку? И сцена Снэйк такой Мне либо прыгать, либо меня убьют Но получается, что не убьют Если ты можешь вернуться назад с веревкой Ну да В оригинале было точно так же Такой же диалог абсолютно Но там невозможно пропустить просто эту веревку Это огромный ящик, который крутится посреди комнаты То есть ты его в любом случае подбираешь Когда даже пробегаешь минимум Причем ты еще по веревке спускаться начинаешь Тебе звонит Кэмпбелл Учит тебя спускаться по веревке Я такой 15 секунд и сегмент Я бы как Нет, спасибо, конечно Лучше бы ты меня прицеливаться учился от первого лица Кстати, момент В оригинале здесь Вот в этом спуске Он, во-первых, сильно дольше Во-вторых, здесь со всех щелей фигачит пар Который тебя дамажит Здесь пара нету в ремейке Вообще какой-то микроскопический сегмент на веревке То есть я прям помню, что в оригинале Это был, ну, такой относительно челлендж Здесь же нету этого ничего То есть кодек, который объясняет управление Длится дольше, чем само вот это вот Ну да, ты просто спускаешься вниз Пока в тебя Ликвид стреляет А напомни, это вот здесь, в этом месте Сцена с ракетой была До веревки или это было после? Смотря какая, где Снэйк гранату кидает А нет, нет, там где он гранату кидает В кусок рельсы такой, которая в него летит Это тоже абсолютно нелепая сцена Где он отпрыгивает такой В него летит там кусок бетона Или какой-то огромной рельсы Он такой достает гранату Кидает в эту рельсу Она взрывается Снэйк такой делает сальтуху Приземляется назад Да, а рельсу типа взрывом относит в другую сторону Да, да, и ты такой типа Чё? Блин, даже матрица такого себе не позволяет Да, это первый такой момент Второй момент, это когда ты дерешься уже непосредственно с вертолетом Ликвидом Там сейчас еще вернемся чуть назад Но типа битва Ликвидом Просто чтоб в контексте понимали Да, это первый момент Который там происходит Второй момент, ты как бы из Тингера по нему стреляешь Плюс-минус так же эта битва обстоит как в первой части Но в конце Застав, как было в оригинале Вертолет просто Ой, больно падает И Снэйк на фоне, значит, горящего вертолета Взорвавшегося Стоит к нему спиной И все нормально Здесь, значит, как происходит Вертолет еще не падает Он пускает в Снэйка ракету Снэйк берет Значит, со Стингером Прыгает Стоит на летящую в него ракету Отпрыгивает от нее В этот момент херачит из Стингера по вертолету Ракета, значит, заворачивает за углом И в этот момент, когда он стреляет из Стингера Она еще взрывается То есть взрыв за спиной у него происходит Ракета попадает в вертолет Вертолет падает Снэйк подходит И еще раз взрыв только перед ним Вот это вот место кремации Я такой, а когда мы от Метал Гира перешли к Devil May Cry Потому что бегать по ракетам По-моему, это немножечко Другой персонаж умел Эффектно, без вопросов Имеет ли отношение к Метал Гиру очень малое Да, ну блин, канадцы хотели сделать Аниме из аниме, у них в итоге Получилось слишком аниме из аниме Но если мы чуть-чуть мотаем назад Между этими вот эпизодами, что происходит Там, когда ты вот спускаешься с веревки Там три чувака стоят на длинном таком вот мосту У тебя не было с ними проблем? Потому что у меня почему-то на них снайперка не достреливала Потому что я сразу включаю снайперку Потому что я помню, что они там будут Потому что они меня душили в оригинале И я вижу, вон они стоят Я целюсь в них, и снайперка не попадает Я делаю пару шагов вперед Они по мне начинают херачить А когда они по тебе херачат, у тебя сбивается снайперка Тебе надо снова выбирать, ты ее снова выбираешь Пока прицелишь, они опять по тебе херачат и так далее И я, короче, сделал с ними то же, что сделал в оригинале И там меня это бесило, и тут меня это бесило. Я просто вооружился Никитой, и я просто их Никитой раскидал. У меня всё равно там 40 патронов. Я знаю, что Никита особо не понадобится потом. А потом, когда после них бежишь, там ещё вот эта вот история с лифтом, который ты не приехал, то приехал. Тебе надо ещё выше добраться как раз вот до места, где битва с Ликвидом происходит. Но она заставлена коробками, пройти нельзя. А когда приезжает Атакон, он, видимо, коробки отодвигает. Теперь ты можешь пройти. Там тебе не кажется, что как-то уж что-нибудь потешное количество турелей находится? Да, это просто смешно. Ну вот здесь мы поставим одну турель. А давайте сейчас выше мы поставим ещё одну турель. Уже две турели, потом три, потом четыре. И как бы здесь это проходится довольно легко и просто. Потому что, ну, ты можешь достать просто пистолет и расстрелять эти турели. В оригинале же с этим было просто смешно. Особенно если у тебя заканчивались ими гранаты. Вот здесь так раз одна турель, потом раз так две турели. Я этот момент не помнил. Потом думаю, так, наверху сейчас будут три, да, турели. А потом ещё будут четыре турели. И да, и там три, и четыре турели. Ну, то есть, ты понимаешь, да, это не четыре турели, которые в каждом углу комнаты расположены. Это четыре турели, вот, квадратиком вот в том месте торчат. Да, да. И в оригинале они тоже были, но там эта проблема решалась только ими. Здесь их хотя бы можно расстрелять. То есть, здесь у тебя есть два способа пройти это место. Ну, снайперкой ты ещё мог. Со снайперкой пока прицелишься. В оригинале нельзя было отдалять и приближать снайперский прицел. Здесь это можно делать. Да, мы спускаемся на лифте. И там вот битва с четырьмя невидимками. Которая, кстати, была довольно душная в оригинале. Здесь я что-то просто случайно выронил несколько гранат. И там себя покоцал. Что-то оглушающие гранаты. Потом, блин, не тут. Потом эту боевую гранату. Что-то пых-пых, взрыв, все умерли. Ну, я тоже себя покоцал такой. Но у меня рационов там полно жопа. Поэтому я их что-то всех выбил. И мы подходим к второй битве со снайпер-вульфом. Да, она на самом деле особо не отличается от первой битвы. Единственное, что местность просто больше. Да, но, по-моему, она тоже, опять же, проще, чем в оригинале. Потому что я помню, я пытался её со снайперки там бить. А там же, опять же, снайперка, правильно ты говоришь, не приближается. Плюс вот эта вот пиксельная PS1. Там не всегда можно нормально попасть. А здесь всё чётенькое. Это, во-первых. А во-вторых, феназепама у меня было сильно больше, чем надо. Потому что я в оригинале, я её из Никиты убивал. То есть. У меня досталось с ней перестреливаться по снайперски. Я просто Никиту посылал за ней. И такой, нормально, справимся вот здесь. Я её сейчас, по-честному, со снайперки не убил. Я её оглушил. Но в заставке она, конечно, всё равно умирает. У меня здесь был совершенно обычный бой. И более того, я, проходя сегодня тоже оригинал, никакой разницы по части сложности не заметил. Единственное, что только снайперка не приближается, не отдаляется. Сложнее найти именно место, за которое зацепиться прицелом, чтобы просто водить влево-вправо. Потому что она бегает только влево или вправо. Там встаёт между деревьями. И вот сама сцена смерти снайпер-вульфа, она расширена. Не такая, как в оригинале была. В конце она просранная, как по мне. В начале-то, вот именно где снайперская дуэль ещё продолжается у снайка со снайпер-вульфом, эта сцена, по мне, довольно прикольная. То есть она выбивает у него винтовку ещё. Потом он прыгает за винтовкой. Сальтуха её подбирает. Она такая, типа, what the fuck? Ну, блин, когда он именно подкидывает винтовку, это выглядит эффектно. И вот этот вот кадр, где снайпер-вульф и снайк друг в друга стреляют, то есть вот они такие, разделённый экран, то есть два выстрела. Это выглядит прикольно. Но потом, когда снайк подходит к снайпер-вульф, я, если честно, вот да, меня сейчас будут все ненавидеть, я никогда не понимал вот привязанности игроков именно к снайпер-вульфу. Ну да, трагичная история, да, вот это вот всё. Но, блин, типа, мы этого персонажа, ну, практически не знаем. И вот начинается вот эта сцена, да, трогательная, да, грустная. А потом начинается клоунада, приходит атакон, она просит подать ему её винтовку. Он берёт эту винтовку и спотыкается, падает. Подбегает, даёт ей винтовку, а потом приходят волки. И, типа, ну да, я понимаю, что там она защитила этих волков, но это даже не по киношному выглядит. Это выглядит как-то просто нелепо, когда они все вокруг неё встают, она такая, умирают, и они... Начинают выть просто в небо. В оригинале они орали просто где-то на фоне, то есть выли. Вот, а здесь они такие приходят, вот эти низкополигональные волки начинают выть на луну, а потом ещё волчонок такой рядышком сидит. По мне так это, вот в конце это всё просрано. Ну, я бы сказал, что они, типа, постарались поэтичнее сделать эту смерть. Самое-то главное, помимо того, что атакон здесь зачем-то подскальзывается, просто вот зачем-то. А ещё и музыки нету. В оригинале я прям запомнил, там, в принципе, во все драматичные моменты играла, в принципе, одна мелодия. Это был, по-моему, там, The Best is Yet to Come, как так называется. Там прям чётко ты слышишь, это был такой женский вокал, который начинал петь. Здесь этого нету вообще, я просто как на фоне Эмбиент играет непонятно. Ну, тут пианинка такая с оркестром, но да, этой песни тут нет. Вот, этой песни нету, я такой, блин, она задавала определённое настроение. И дальше мы идём, там, чуваки в наклонном лифте на нас ещё сверху прыгают. Сначала горячая зона. И это единственный момент в ремейке, где ты можешь перепрыгнуть через перила. Ты как проходил это место? Как и в оригинале проходил, то есть вот аккуратненько там проползал. Но это не единственный момент, где ты можешь перепрыгнуть через перила. Знаешь, где ты ещё можешь перепрыгнуть через перила? На третьем этаже Metal Gear. Ты можешь перепрыгнуть через перила и спрыгнуть сразу на первый этаж Metal Gear. Но в этом есть определённая проблема. Потому что если ты отпускаешь просто Снэйка, в оригинале нельзя было, если что, перепрыгивать вообще через перила. Это что-то из второй части, судя по всему. Если ты просто его скидываешь с третьего этажа, он умирает. Но там натянута, блин, какая-то бельевая верёвка, за которую можно на районе второго этажа зацепиться и спрыгнуть нормально. Но у меня получалось это приблизительно два раза из восьми. В остальных шести разах у меня снейк падал и умирал. Потому что надо отпустить и в момент, я не знаю, пролёта мимо этой бельевой верёвки нажать кнопку действия. Я думал, ну может надо после того, как ты отпустился, зажать кнопку действия, он автоматически поймает, ни хрена не ловится. То есть именно надо в как-то вот определённый нужный момент нажать и поймать. Но ты явно этого не будешь делать, потому что иначе у тебя смерть просто. Ладно, у меня эмулятор, я могу кнопку быстрой загрузки нажать, попробовать ещё раз. Но люди должны были начинать с начала комнаты. Обычно здесь всегда откидывают тебя на начало комнаты. С одной стороны, ты в начале комнаты на первый этаж уже, по идее, спустился, но только тебе надо опять, наверное, на второй забраться. Ну, я подозреваю, что в танковом ангаре можно так же сделать. Ну, я, честно говоря, не помню, чтобы так можно было сделать, но здесь эта горячая локация, она проходится просто на изи из-за того, что ты можешь перепрыгнуть через перила. В самом начале проходишь на левый мостик, перепрыгиваешь через перила, спрыгиваешь вниз, да, чуть-чуть лишаешься хп, но как бы плевать. Проползаешь снизу и, собственно, всё, переходишь в следующую комнату. В оригинале же здесь прям был целый сегмент вот с этим ползанием по стене и уворачиванием от крана, который ездит. Но это, кстати, было довольно прикольно. И единственное, что там был косяк именно с работой камеры и стиком, потому что если ты чуть-чуть, стик будет не в ту сторону, не под тем углом, то Снэйк падает в лаву сразу. Просто ваншотится здесь. Я даже не пытался, короче, там проходить. Я просто спрыгнул вниз и пошёл дальше, типа, да, ну, в жопу это надо. И потом уже, да, сегмент с чуваками, которые на нас нападают в лифте. В оригинале они тоже были очень жёсткие и душные, кстати. Здесь они убиваются на раз-два. А здесь я нашёл, короче, себе броню, и они не жёсткими были для меня вообще. Нет, здесь они не жёсткие вообще. В оригинале они там прям имеют, очень хорошо имеют. А здесь нет, здесь они также разваливаются, как и все остальные солдаты, как и невидимки в лифте. Вот здесь мы опять встречаемся второй раз с Вулкан Рейвеном. Естественно, тут тоже какая-то самодеятельность, что он в тебя кидает контейнер, а Снэйк в этот момент его из стингера подбивает. И я помню, что, типа, проблема с Вулкан Рейвеном у меня была, потому что ты вот так вот выбегаешь, по нему начинаешь стрелять из стингера, и он тут же поворачивается, начинает по тебе палить, и тебя, во-первых, то ли ты падаешь в этот момент, в оригинале. Мне прям надо было его кучу раз подлавливать там, или клейморы ставить, если ты их собирал до этого. Здесь, короче, как я сделал, я вот стою, проход передо мной, в который он на меня идёт, я просто взял стингер, он когда бы вказался, я нажал выстрел. Я даже не убегал, я продолжаю нажимать выстрел, и он по мне стреляет, я по нему стреляю. Его жизни закончились раньше, чем мои. Я даже рацион не потратил, а после битвы с боссом мне ещё и жизнь не восстановили. Я его убил за 20 секунд. Единственное, что меня останавливало, это его айфреймы, когда вот он, собственно, неуязвим для урона. Я просто перестрелял стингером, вообще не задушился ни разу. Возможно, ты открыл какую-нибудь спидранерскую стратку, потому что у меня здесь не то, что нервы потрепал, просто это тоже бой был длинный душный, я его сначала стрелял в него Никитой, потом я расставлял клейморы, потом я его ещё и гранатами забрасывал, точнее как, я сначала С4 расставлял, вот, и в итоге в конце я его просто на дурака бросил случайно гранату где-то. Вообще, нажал, по-моему, даже не на ту кнопку, просто бросил гранату, и он мимо шёл, она взорвалась, и он сдох. Но здесь сцена его смерти обставлена намного жёстче, чем было в оригинале, кстати, потому что в оригинале те не показывали, как его клюют вороны. Эту сцену загораживал Снейк, то есть он такой идёт, мы видим, что там за ним клюют вороны, но мы видим только так, вороны чуть-чуть. А здесь тебе прям довольно отчётливо показывают, как туда слетается стая ворон, как они его начинают клевать прям так жёстко, там кровища хлещет во все стороны. И потом уже Снейк поворачивается, и, собственно, Рэйвена нету, его всего просто склевали, и остался только его пулемёт. А ещё, скажи, после Рэйвена тут остался у него доктег? Тут как-то после боссов оставляются доктеги? Потому что у меня после него и после Ликвида у меня достались доктеги. У меня только после Ликвида попался. Возможно, за какие-то определённые условия, я так понимаю, дают их, может быть. Может, за скорость? Может, за скорость. Ликвид у меня вообще проблем никаких не вызвал, то есть я ему просто начистил рожу. Ну, сейчас дойдём уже до туда. Да, мы поднимаемся на Метал Гир, там три звонка от окона. Снейк начинает подслушивать, о чём там Ликвид с Ацилотом говорят. Ну, как подслушивать? Он такой делает сальтуху над дверью. Я такой уже всё, ладно. Давайте в каждой заставке сделаем по сальтухе, пожалуйста. Потому что как мы можем 20 секунд без сальтух жить? Там история, короче, начинается про их план, про то, как они хотят там. Мы прям вдаваться не будем в это, серьёзно. Это прям тема вообще отдельного обсуждения. Короче, выясняется, что нам в итоге говорят, нам надо же было три ключа найти, чтобы обезвредить Метал Гира. И как раз говорят вот эти вот ребята, что они его активировали, то есть мы сейчас должны его деактивировать. Нам от окон рассказывает, что на самом деле карточка, это и есть три ключа. Просто, типа, она меняет свою форму в зависимости от температуры. То есть если у тебя комнатная температура одной формы, холодное состояние другой формы, горячее состояние третьей формы, и вот как раз три ключа, которые надо ввести. В этот момент нас замечают, стреляют в слоумо пули, пролетающие между Ликвидом и дверью, и попадают в косяк. Но мы случайно роняем карточку, её жрает крыс, надо ловить эту крысу. Да, это битва с крысой, ну как битва, блин, её просто надо поймать. Я её убил снайперкой просто. Из неё карта вываливается, да, мы её берём. И, собственно, нам надо пробежать по трём местам в этой базе. Благо они находятся все недалеко друг от друга. Мы просто первый раз вставляем карточку, потом бежим в ледяную локацию, где с Вулханом Рейнвоном дрались. Но, блин, там проблема в том, что нужно стоять и ждать, когда карточка превратится в ту, которую тебе надо. То есть это просто убивает время. Это да, это убивает время, плюс это бэктрек. То есть мы один раз поднялись на Метал Гир, послушали, спустились, забрали карточку у крысы, поднялись, вставили её, спустились, дошли до морозилки, подождали там минуты две, пока карточка станет холодной, вернулись, опять поднялись на Метал Гир, вставили. Теперь возвращаемся в самое вот это, типа, два лифта назад, там, типа, вот в эту горячую локацию. И я здесь ещё, знаешь, такой, типа, а у нас же у меня экипировано, она у меня холодная. И я такой, хоп, смотрю, она сменила свой этот значок. Я такой, о, нагрелась. Я, короче, пошёл, дошёл практически до Метал Гира, и такой, сука, по-моему, она сменилась на комнатную температуру. Я, типа, не дождался, пока она горячей станет. Она стала комнатной после холодной только. Я такой думаю, а, ну, если вставить, может быть, нет? Я смотрю, нет, там, блин, она должна быть краснее, там, короче, ошибка, ничего не работает, такой, блин, ладно. Загружаю, короче, опять возвращаюсь в эту локацию, да накаляю её до нужного момента. И вот опять возвращаюсь, поднимаюсь на Метал Гир, оставляю такой бэктрекинище, просто кошмарный. Он кошмарный ещё из-за этих двух сраных здоровых лифтов, которые едут чёрт знает сколько времени. Я себя развлекал тем, что я оглушал ворон, оглушающий гранатой. Мы, как бы, останавливаем Метал Гир, но на самом деле нихера не останавливаем, потому что нас обманули. Там, типа, карточка, она и для активации, и для деактивации. Когда ты что-то одно сделал, она уже не рабочая. И на самом деле они не активировали Метал Гир, они не могли, а мы за них всё активировали. Да, оказывается, что у нас ещё и этот товарищ, который нам подсказывал по рации, он оказывается самим Ликвидом Снейком. Да, да, да. И там история про то, как они арестовывали Наоми, что она там внесла в этот Фокс Дай. И Ликвид рассказывает, что он наш на самом деле брат, только нам от Биг Босса достались хорошие гены, ему плохие гены, и он плачет, поэтому в течение всего времени, при этом ходит по перилам и делает сальтуху на перилах. Я такой, я такой, нормально, сальтуха, хорошо. Я галочку поставил, сальтуха в заставке была, всё хорошо. И вот тут ещё один смешной момент начинается, потому что Ликвид садится в Метал Гира, начинает подниматься какая-то вот эта платформа, на которой мы и Снейк такой, Метал Гир, как же мне остановить эту махину? Проходит 30 секунд, они поднялись наверх, и Снейк делает чё? Он бежит в сторону Метал Гира, прыгает, значит, пролетает полкомнаты, и с вертухи просто по ноге Метал Гира даёт. Я такой, чё вообще? Ты какого хера происходит? Ты 30 секунд назад говорил, как мне с ним справиться, а тут теперь начинаешь драться с ним в рукопашную? Чего? У него, конечно же, ничего не получается, но сам факт этой сцены меня немножечко поперхнул, знаете ли. Ну да, это было забавно, но на самом деле бой-то с Метал Гиром, он лёгкий, очень простой, там ещё прилетает Грей Фокс, который там помогает нам. Вот он начинает бить Метал Гир, вообще к нему вопросов нету, пожалуйста, чувак, бей как хочешь, с вертухи, катана и чё угодно, к тебе вообще нет никаких вопросов, делай как хочешь. Ну и, собственно, потом у нас, когда мы уничтожаем Метал Гир, у нас ещё бой, если мы выдержали пытку, то у нас бой за Мэрил, она оказывается жива. Я, честно, даже не знал, что есть две концовки, я думал, что это одна единственная концовка, но оказывается их две. Так бы мы разные бы записали, но так получилось, что мы все выдержали пытку. И да, мы дерёмся с Ликвидом, собственно, у нас просто рукопашный бой, у Ликвида не то, чтобы много каких-то приёмов, он, по-моему, у него два их, ну я ему просто набил рожу, и меня больше позабавила сцена уже после того, как мы же его сбрасываем с Метал Гира, то есть всё, он разбивается, и он такой, типа, ааа, Снэйк, такой падает и пфф, умирает, типа. Вот, и потом мы такие, смотрел, просто берём с Метал Гира, спокойно спускаемся, просто такие спрыгиваем с него, причём, опять же, я помню, я задушился прямо на Ликвиде в оригинале, там маленькое пространство, вот на котором ты бегаешь, и ты, если случайно шагнул в пропасть, то он повисает на одной руке, ещё Ликвид может прийти, тебе там что-то по рукам надавать. И в оригинале я там постоянно что-то не мог нормально разбежаться, либо он меня скидывал. В ремейке я его постоянно скидывал, а там ещё таймер, я такой, господи, ну ты хочешь, чтобы я по таймеру проиграл, так долго выбираясь? Там, я не знаю, там можно его как-то вот скидывать там чуть дальше? Я также его постоянно дубасил, он постоянно вис, он залезал наверх, опять получал по роже, опять падал вис, то есть, нет, тут только вот так вот, да, его избиваешь и всё. И мы, собственно, валим вместе с Мэрил от взрывающейся базы, причём мы едем, короче, на машине, это тоже было. Кстати, вот здесь, мне кажется, врагов обязательно надо убивать, то есть, здесь нельзя их оглушать. Да, здесь обязательно надо врагов убивать, без них не пройдёшь, здесь ещё и эти пидстопы такие есть, то есть, здесь стоят бочки с врагами, то есть, их нужно обязательно уничтожать, иначе ты не проедешь. Я такой просто смотрел битву с Ликвидом, когда Снейк, они там дерутся и друг к другу одновременно вырезают и так далее, и я такой, так, ну где же сальтуха? Ну там есть момент, где Снейк ему бьёт по подбородку, это что-то, вот какой-то момент такой дичёвый. И вот они едут на машине, и в какой-то момент они там равняются, и в заставке, значит, Ликвид начинает стрелять по Снейку, а Снейк делает какой-то, я не знаю, как это описать, он за пулемётом как-то вот прыгает, ложится горизонтально в воздухе, при этом в стиле матрицы уворачивается от пули, и такой, о, сойдёт за сальтуху, сойдёт, нормально. Да, 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 там есть такой момент, он ему ещё два раза башкой по башке, такой, раз, один, а, не прошло, на ещё раз башку он забодал этого Ликвида, и в итоге они вылетают из туннеля, машина с нами переворачивается, с Ликвидом тоже, ну, там дальше идёт диалог про то, что ты мой брат, я твой брат, у нас был отец и прочее, и прочее, и в итоге Ликвид умирает от Фоксдая. И мы вместе с Мэрил, значит, спускаемся вниз, там находим Снегокат, там просто диалог не заканчивающийся, я такой, да это концовку, Снейк такой говорит, теперь я сам буду выбирать свой путь, я такой, отлично, всё, на этом заканчиваю игру, и такой, смотри, лось, я такой, да погоди, какой лось ещё? Ой, смотри, скоро весна, а лось это символ перерождения мира, прям как ты переродился Снейк, как мы все переродились здесь, а теперь давай ехать вперёд, да загляд, да хватит, просто ребят, Кодзима не может остановиться, такой недостаточно пафосных фраз, и вот они едут, значит, на этом снегоходе, и начинает играть вот та самая музыка, то есть начинает играть, по-моему, Best of Yet to Come, но она как-то так называется, это ладно, это ещё даже нормальный финал, я посмотрел финал с Атаконом, и вот опять же, с тему того, как Атакона просто унизили, там они спускаются с этой скалы на лёд, и там просто в один момент Атакон подскальзывается, и он как мешок с картошкой, просто катится, 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 что это вообще такое? Ну, типа, я понимаю Атакон, несуразный, неуверенный в себе, ну, не до уровня же клоуна, который с горы просто кубарем катится, и не останавливается, что это вообще такое? Короче, вот такая вот ситуация, давайте, наверное, переходить в сторону выводов. Я, конечно, понимаю, что мы не полностью сделали обзор всего Metal Gear, опять же, мы что-то где-то напутали, что-то где-то можно было сделать иначе, что-то где-то работало не так, как мы решили, и это нормально в этой ситуации, потому что, ну, правда, типа, очень много механик, и очень много из них не обязательно к использованию вообще в этой серии, и в этом её как бы основная фишка. Первая часть, которая играла на кривая до невозможности нынче в плане управления, ну, потому что времена были другие. Но с точки зрения тех достижений, которые у неё были тогда, кинематографичность, вот эти вот все разнообразия в плане геймплея, ситуации и так далее, это, конечно, круто. Болтологичная ли она? Да хера болтологичная. Сидишь просто иногда уже такой, господи, 30 минут слушаешь какие-то заставки, пока там персонажи наговорятся достаточно. Ну, то есть я отдаю ей дань уважения, она неудобная, управляется не очень хорошо, меня от неё горело, когда я её проходил, но, типа, снимаю шляпу перед тем, что с ней сделали. Вот этот ремейк, с одной стороны, он управляется лучше, он всё равно ещё плохо управляется для нынешних времён, но лучше. Мне было проще играть, мне реально прям было проще проходить этот ремейк. Но, сам по себе, этот ремейк практически ничего нового не привносит. То есть это доскональный, можно сказать, ремейк, до вот каких-то прям мизерных механик. Никаких новых механик не введено, ничего не переработано, ничего не подумано, где улучшить, где поменять. Ну вот только то, что карточку не надо доставать, блин, каждый раз, а то, что рацион расходуется автоматом, вот это единственное quality of life улучшение. Всё остальное, это либо заслуги Metal Gear 2, либо и не заслуги толком вообще, а просто какая-то случайно получившаяся вещь. То есть не адаптированы локации под новые реалии. То есть вот, опять же, возможность перелезания через перила, ну и правда там, по-моему, в двух местах только есть, а можно же было переработать. Но с точки зрения заставок, типа, выглядят эффектно. И, как бы, если ты смотришь просто на уровень того, что, типа, блин, покажите мне клёвую заставку, клёвых заставок тут хватает. Эти заставки, они, как бы, ну, мне кажется, рушат основной настрой игры, которой он был задан. Делают что-то своё, совершенно выходящее за рамки того, что должно было происходить в первой части. И вот это, мне кажется, большое-большое идейное упущение этого ремейка, что ты начинаешь относиться к персонажам иначе, а образы персонажей создаются другие. Может, для кого-то это не важно, но мне кажется, что для серии, которая имеет вот такую большую историю, где персонажи, ну, как бы, важны, это довольно серьёзные изменения, которые пожертвовали в итоге, ради которого, образами персонажей в угоду зрелищности. Мне кажется, надо было это делать как-то аккуратнее. Ну, и плюс ко всему, музыку там неправильно использовали, это я уже сказал, там озвучка менее выразительная получилась. Ну, и опять же, я не скажу, что этот ремейк дарит тебе какие-то новые ощущения, но и старые он не совсем точно их придерживаются, поэтому было прикольно посмотреть на все те вещи, которые я смотрел в трёх полигонах в оригинале, теперь с нормальным графоном, поэтому, если сейчас и выйдет какой-то ремейк первой части, о котором слухи ходят уже года два, мне вот интересно, будут ли они, опять же, придерживаться вот буквы оригинала, если это делают, действительно, блюпойнты, да, будут ли они вот как Димон Соул сделать прям вот оригинал-оригинал, только графические какие-то улучшения, или же они всё-таки постараются сделать какое-то вот переосмысление, как с Резидентом, или же это будет Dead Space, где вроде бы переосмысление, а вроде бы и не совсем, а сам по себе этот ремейк, ну, просто ради графона и эффектных поставленных сцен, ну, это, мне кажется, на YouTube проще посмотреть. Соглашусь почти со всем, мне единственное то, что я не скажу, что он легче оригинальной игры, вот как раз-таки перепроходя сегодня оригинал, мне оригинал показался на той же сложности проще, именно из-за того, что там более щадящие противники, которые тебя не слышат за полкарты, как тут, и которые тебя не слышат на разных уровнях, то есть там именно уровни просчитаны на то, чтобы играть вот так, как было задумано изначально. Здесь же бывают такие ситуации, бывают ситуации абсолютно безвыходные, именно из-за того, что теперь у тебя враги всеслышащие и всевидящие. Это не учитывая то, что еще враги часто очень тупят. Некоторые локи переработаны, типа как в бою с Вулкан Рейвеном, да, но это особо погода не меняет, и существование ремейка этого, ну, с одной стороны, я не скажу, что он плохой, он типа ничего, в него можно поиграть. Вась правильно сказал, что дух оригинала, он не то, чтобы передает. Во-первых, начиная вот от цветовой гаммы, как по мне, потому что оригинал, он был каким-то таким весь металлическим, да, как бы это каламбурно не звучало, в игре Metal Gear все было вокруг каким-то металлическим. Здесь постоянно какой-то вот этот вот голубой-синий фильтр, который, как по мне, портит атмосферу именно оригинала, он ее не передает. Оно выглядит именно как вторая часть, в которую запихнули уровни из Metal Gear Solid с PlayStation 1. Вот вторая часть у меня тоже такая вот именно голубоватая-зеленоватая. Мне это немножко не понравилось в этом ремейке. По поводу именно качества постановки сцен вопросов нет. Сделано действительно эффектно, сделано действительно красиво, офигенное слоумо, снэк классно ложится в воздухе, ликвид классно ходит по перилам, ну то есть эффектно и смешно. Но именно зачем эти сцены были нужны, у меня тоже большой вопрос, потому что изначально вообще, то есть они здесь и из оригинала перенесли вот эту после титров фразу по поводу статистики ядерного оружия в мире. Это как бы с одной стороны это был Кодзимовский антивоенное высказывание. В принципе первая Metal Gear она была такая довольно серьезная игра. Да, сейчас сюжет может показаться немножко банальным. Игра на самом деле очень короткая, если перематывать все эти диалоги. Ну и сам сюжет такой, то есть некоторые сюжетные ходы, как по мне, высосаны из пальца. Мне так всегда казалось, но они сделаны для того, чтобы они были. И я не против, то есть пусть они будут. Но здесь все эти сюжетные ходы и общая вот эта китчевая постановка, оно превращает вот это антивоенное серьезное высказывание в какую-то параду, клоунаду и пародию самому на себя, что мне не очень понравилось. Графон, да, мое почтение, а вот механики игровые и общее настроение игры, ну, Metal Gear не того достоин. То есть переигрывая просто сегодня оригинал, да, я тоже, я помню эту игру лучше, чем она есть на самом деле в плане механик, да, но у меня никогда не возникало вопросов именно к постановке. То есть я с самого начала садился играть в серьезную игру, я получал довольно серьезную, хоть и немножко, как бы, по-детски написанную, немножко, может быть, серьезную игру, а получаю сраный цирк. Я не скажу, что именно как игра, он, этот ремейк, плох, бывают и хуже, все еще существует ремейк игры 13. Кстати, касательно игры 13, как вы помните, наши бустеры выбирают иногда следующие выпуски из предложенных нами пяти. И спасибо большое, что вы на бусте наш подписываетесь, и те, кто выбирают, и те, кто тиром пониже, кто не выбирает, но все равно большое вам спасибо за то, что это делаете. И вот сегодня, в общем, как раз такой раз. Мы предлагаем вам пять игр, голосование откроется прямо сейчас на нашей страничке Бусти, и вот, что вы там можете выбрать. Дина Крайзис 3. Я недавно проходил первые и вторые части, они очень сильно отличаются, но все говорят, что третья лучше про нее забыть. Почему? Не знаю. Давайте ж посмотрим. Сплеттер Хаус. Это ремейк классического битэмапа из ранних-ранних времен, еще со времен аркадных автоматов, но это попытка сделать его в 3D где-то в районе конца 2000-х годов. Очень дорогая игра, 9000 стоит диск на всяких площадках, где бэушные диски продают. Мы, разумеется, где-нибудь раздобудем, но и посмотрим, собственно, что она себе представляет. Гидрофобия. Игра, которая в нулевых прозиционировала и продавала себя как игра с уникальной технологией воды, затопления, и вот физики, что, ну, прям вы закачаетесь. Но в итоге она как-то, видимо, провалилась, сиквела у нее не было, и вот давайте попробуем узнать, почему же так, и насколько прорывной была технология. Как раз-таки игра 13. Возможно, мы даже сравним ее с недавнешним ремейком, который, как говорят, плох очень-очень сильно, и даже после того, как его исправили, он все равно ужасно плох. И Bullet Witch. Я хрен знает, что это такое, Русяич, поясни. Bullet Witch это игра, которая вызывает очень-очень много вопросов. У нее прикольный стиль, это японская игра, у нее прикольный стиль, у нее прикольная главная героиня, но я не хочу Васе спойлерить, лучше, чтобы он сам в нее поиграл и сказал, как оно вообще. Ватя любит японские игры, я знаю, и это, скорее всего, тоже понравится. Ну, вот, собственно, и, может быть, поиграем. Так что, спешите переходить на Бусти и голосовать там за следующий выпуск. А на сегодня у нас все. Спасибо большое, что смотрите нас. Напишите, кстати, как у вас там с Metal Gear'ом, играли ли вы оригинал, в курсе ли вы, что был ремейк вообще, может, вы в него играли. Как вам вообще кажется, нормально ли, что вот такие заставки сделаны? Ну, конечно, вы еще напишите, что мы, дебилы, в чем-то не разобрались, но лучше лайкните, подпишитесь и ждите следующий выпуск. А на сегодня все. Пока-пока. Увидимся в следующем месяце. Всем пока. Да, пойдет. Велико, блядь, лепно. Ладно, маэстро нарежет, я думаю. Да нарежет. Нас-то он, блядь, нарежет.